МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый из них состоит из нулей и единиц. Это цифровая форма информации. Благодаря цифровой революции возможности расширяются, а наша жизнь быстро меняется. Второй ключ — новые материалы. Человечество более неограничено веществами, встречающимися в природе. Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей. Третий — генная инженерия. В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой. Четвёртый ключ — мутации. Мутации — причина болезней, но в то же время важная движущая сила эволюции человека. В одном из фильмов мы раскроем секрет этого интереснейшего явления. Пятый ключ — солнце. Потребности человечества в энергии кажутся безграничными. Солнце может стать в будущем надёжным источником энергии. Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки. Пять ключей. Сегодня мы отправимся в невероятное путешествие. На Земле есть поразительные места, которые мечтают увидеть каждый турист. Гималай, Сахара, Тихий океан. Вы можете посетить их, не выходя из комнаты. Выбирайте направление и окажетесь там в мгновение ока, вне зависимости от расстояния. Даже подводное плавание возможно в путешествии по виртуальной реальности. Скоро весь мир будет оцифрован. Фильм первый — нули и единицы. Мир цифровых технологий. Когда мы выходим на улицу, то сразу попадаем под настоящий обстрел. Мы воспринимаем бесчисленные сигналы. Солнечные лучи, невидимые электромагнитные волны, движение воздуха, колебания почвы и даже звуки человеческих голосов. Если человек не обращает на них внимания, сигналы теряют смысл. Но если мы вдумываемся в их значение, сигналы превращаются в информацию. Даже в первобытные времена человек не выжил бы без информации. По тени от солнца определяли время суток. По направлению ветра предсказывали погоду и смену времен года. Охотники умели выслеживать дичь, ориентируясь на звук. Постепенно люди научились накапливать информацию в течение жизни и передавать ее из поколения в поколение. Современная жизнь стала намного сложнее. И мы столкнулись с огромным объемом информации, необязательной для выживания. Мы распознаем множество разнообразных сигналов. Человечество на протяжении всей своей истории фиксировало, делилось и обменивалось информацией. Цифровые технологии создавались для того, чтобы хранить и распространять информацию. Современная цивилизация — не что иное, как сумма цифровых данных. Как же информация стала цифровой? Чтобы показать, как все начиналось, мы возьмем вечный сюжет. Историю любви Ромео и Джульетты. Если вы юноша, представьте себя Ромео. А если девушка, вообразите себя Джульеттой. Знаменитые влюбленные как раз нашептывают друг другу нежные глупости. С научной точки зрения обмениваются вербальной информацией. Иначе говоря, слова поступают им в уши в виде звуковых волн, а нервная система транслирует их в мозг. Но встречи влюбленных рискованы. И с наступлением вечера приходится расставаться. Дома Ромео и Джульетты стоят друг напротив друга. Но молодые люди не могут вынести ни минуты разлуки. Влюбленные должны поторопиться, чтобы успеть вернуться домой. Если наши неразлучники не хотят попасться на глаза родителям, то что же им делать? Ведь телефон еще не изобретен. Мы увидим, как их желание быть вместе приведет к развитию цифровых технологий. Фонарики – единственные доступные им средства связи. Как же можно общаться с их помощью? Первый способ – чертить послание светом в воздухе. Однако это не самый эффективный метод. С большого расстояния сложно понять, какую букву показывает собеседник. Легко ошибиться, имея дело с труднодошифруемым сообщением. Есть ли другой способ? А вот так маяки указывают судам путь и предупреждают об опасности. Они мерцают. Попробуем отправить сообщение, используя фонарик, как маяк. Сначала мы должны соотнести каждую букву с числом мерцаний. Одно для А. Два для В. Три для В. И так далее. На «Я» фонарику придется мигнуть 33 раза. Это легко. Все, что требуется, включать и выключать фонарик. Но вскоре оказывается, что и этот метод непрост. Чтобы просто спросить «Как твои дела?», на кнопку придется нажать не менее 97 раз. Чтобы передать вопросительный знак, придется нажимать еще несколько. Что же нам делать, если мы хотим пообщаться с кем-то на расстоянии? Чуть более 200 лет назад, в 1791 году, в Соединенных Штатах Америки родился мальчик. Его звали Сэмюэл Финли Брис Морзе. Окончив Ельский университет, Морзе отправился в Лондон изучать искусство и прославился своими портретами. Знаменитый портрет генерала Лафайетта работы Морзе по-прежнему украшает Нью-Йоркский Сити-Холл. Но какое отношение художник имеет к связи? Морзе изобрел сигнальную азбуку, позволившую решить для своего времени проблему дальней коммуникации. Азбука Морзе состоит из коротких и долгих сигналов, из точек и тюре. Сочетая два этих элемента, можно закодировать любую букву алфавита. Для фразы «Как твои дела?» вместе с вопросительным знаком хватит 31 сигнала. Переведя алфавит в такую форму, Морзе значительно упростил связь на длинных дистанциях. Гениальность его открытия особенно ярко проявилась в катастрофической ситуации. В апреле 1912 года в Нью-Йорк Таймс появилась ошламляющая новость. Сообщалось, что затонул «Титаник» – знаменитый роскошный лайнер, шедший рейсом из Британии. Но прежде чем судно пошло ко дну, корабельный радист успел отправить сигнал бедствия азбукой Морзе. Сигнал принял радиооператору побережья Канады на острове Ньюфаундленд. Он и сообщил эту информацию репортерам. Главный редактор Нью-Йорк Таймс снабдил передовицу заголовком. «Титаник» затонул через 4 часа после столкновения с айсбергом. Новость моментально облетела весь мир. Это стало возможным благодаря кодированию сообщений. Кодирование позволяет обмениваться информацией между людьми. Между человеком и машиной и между машинами. Азбука Морзе — это двоичный код, состоящий из точек и тире. Двоичный код, похожий на монету с двумя сторонами, лежит в основе цифровых данных. Но почему именно двоичный код? Не проще ли было использовать десятиречную систему, привычную всем нам? Системы исчисления в большинстве культур основаны на пятерке или десятке, потому что у человека 10 пальцев. Это вовсе не было законом природы. На самом деле, это очень субъективный выбор — использовать именно десятку. В других системах, разумеется, считать пришлось бы иначе. Если бы у нас было 8 пальцев, и мы привыкли к восьмеричному счету, мы записывали бы первые 7 чисел примерно так же, как в десятичной системе. Но, начиная с восьмерки, запись изменилась бы. А если бы мы были дельфинами, то для счета использовали бы только два плавника, то есть двоичную систему счисления. В мире двоичного кода существуют только ноль и единицы. В разных системах одинаковые числа выражаются совершенно по-разному. Неужели можно описать мир таким примитивным кодом? Кодом, состоящим только из нулей и единиц, из включений и выключений. Позвольте задать неожиданный вопрос. Слышали ли вы историю о желтом носовом платке? Думаю, что слышали, ее знают все. Мужчина, который вот-вот освободится из тюрьмы, отправляет жене письмо. Он пишет, что если она готова принять его назад, пусть повяжет на одном из деревьев на окраине деревни желтый носовой платок. Она может только повязать платок или не делать этого. Иначе говоря, муж хочет услышать только «да» или «нет». Вопрос подразумевает двоичный код. Он не просит ее положить платок на землю, если ей нужно время на раздумье. Или повязать синий платок, чтобы остаться друзьями. И помните, как все кончается? Муж находит дерево сплошь в желтых платках. Он может не сомневаться в ее любви. Это убедительнейший ответ «да» на его бинарный вопрос. Самый прекрасный ответ на свете. В повседневной жизни двоичная система чаще всего встречается нам в штрих-кодах. Черный фон и белые линии штрих-кода обозначают нули и единицы соответственно. Их последовательностью записывается вся информация о товаре. При сканировании темные участки штрих-кода отражают меньше света, а светлые — больше. Так они преобразуются в единицы и нули. Помимо этого, человечество пытается использовать двоичный код для общения с внеземным разумом, который, возможно, существует где-то на просторах Вселенной. Послание Землян к космосу состоит из 1679 нулей и единиц. Его отправили 40 лет назад. Но даже сейчас радиоволны с этим сообщением летят сквозь пространство в надежде найти адресатор. Если эти 1679 символов организовать в 73 строки и 23 столбца, получится просто беспорядочный набор цифр. Но, будучи развернуто по вертикали, послание обретает смысл. Мы видим пять химических элементов, необходимых для жизни. Формулы шести молекул и их сочетание. Двойную спираль ДНК. И даже изображение человека. Но почему именно двоичный код? Потому что даже если у инопланетян 4 или 7 пальцев, и иная система счисления, они, скорее всего, поймут простейшую двоичную систему. Итак, двоичным кодом можно передать заверения в любви, сведения о товаре и даже послания внеземному разуму. Но и это еще не все. Увеличив количество битов, мы можем передавать не только числа, но и слова, изображения, звуки и даже фильмы. Цифровые технологии позволяют вдохнуть жизнь в аналоговые картины. Музыка и голос также поддаются цифровой записи. Как и кино в высоком разрешении. Различные формы цифровых коммуникаций окружают нас повсюду. Но это не означает, что цифровые данные — лишь искусственное творение человеческих рук. В клетках нашего тела содержится молекула ДНК, хранящая генетическую информацию обо всей земной жизни. ДНК состоит из азотистых оснований — аденина, тимина, гуанина и цитозина. Эти основания, объединенные в триплеты, и составляют генетический код ДНК. 4 на 4 на 4. В теории ДНК может содержать до 64 аминокислот. Иными словами, ДНК хранит информацию в цифровом виде. Единственная разница в том, что вместо двоичного кода используются 64 числа, представленные в четверичной системе. Давайте сравним цифровой и аналоговый подход на примере строительного чертежа. Чтобы создать аналоговый чертеж, надо нарисовать здание, похожее на то, которое будет построено. Карты также должны отражать географические особенности, изображенных на них территорий. В то же время цифровое изображение можно представить как последовательность чисел. Первые два числа показывают расположение стен. Третье число – длину восточной стены. Четвертое – протяженность западной. Весь чертеж можно описать, используя только числа. Лампочка может быть включена или выключена. Но, строго говоря, эти два режима не описывают всех состояний лампочки, ведь она разогревается постепенно. Между крайними положениями множество градаций яркости. Между нулем и единицей также находятся бесконечные множества чисел. Однако в цифровом кодировании они полностью игнорируются. Считывается либо значение единицы, либо его отсутствие – ноль. Можно подумать, что из-за неспособности распознавать средние показатели цифровые медиа не могут передать все детали. Однако эта особенность – их главное достоинство и уникальная отличительная черта. Промежуточные значения всегда противоречивы. Их игнорирование при цифровом методе позволяет не опасаться сжатия или расширения кода. Цифровое кодирование позволяет переводить информацию в различные сигналы. Даже если при передаче произойдет ошибка, данные легко будет восстановить. В аналоговом сигнале каждый параметр описывается бесконечным множеством значений. Слово «аналоговый» происходит от греческого слова «аналогия», означающего «сходство». При цифровом методе информации напротив подается дискретно с ограниченным числом значений. Такой метод еще называют «дигитальным», от латинского «digitus», то есть «палец». В цифровом методе используются только те числа, которые можно показать на пальцах. Цифровой сигнал разбивает аналоговую информацию на мелкие биты, невоспринимаемые органами чувств. Два метода во многом различаются, однако нельзя сказать, что один из них превосходит другой. Тем не менее, основным способом хранения и передачи информации постепенно становится цифровой, благодаря удобству работы с цифровыми данными. Цифровая революция полностью перевернула нашу жизнь. Даже искусство мы стали воспринимать иначе. В аналоговую эру выбор музыки и подготовка к прослушиванию были целым ритуалом. Можно сказать, без них удовольствие было неполным. Однако с распространением цифровых технологий время, которое мы тратим на поиски музыки, заметно уменьшилось, как и размеры проигрывателей. Повлияли цифровые технологии и на способы общения. Когда вы в последний раз писали кому-нибудь письмо? Вместо того, чтобы тратить на это время, а затем еще несколько дней ждать, пока письмо доставят, мы можем мгновенно отправить короткое текстовое сообщение. Круг общения заметно расширился. Другой вопрос, насколько глубоки эти новые привязанности. Чтобы найти нужную книгу, больше не требуется копаться в библиотеке. Перелистывать страницы толстых фолиантов крайне неудобно. А в небольшом электронном устройстве помещаются тысячи томов. Нет необходимости встречаться с человеком лично, чтобы вручить ему подарок. Наши устройства передают сувениры быстро и без проблем. Без сомнений, человечество влюбилось в цифровые технологии. Жизнь в цифровую эру не ограничена пространством и временем. Многое из того, что мы делаем, существует не в реальности, а в виртуальном мире по ту сторону дисплея. Теперь даже одежду не обязательно мерить. Необходимую информацию мы получаем нажатием одной кнопки. Не покидая диваны, мы можем посетить экзотические места, скажем, на юге Тихого океана. Однако и у самых поразительных и удобных достижений науки всегда есть обратная сторона. Цифровые технологии не исключение. Каков на самом деле цифровой мир? И действительно ли мы стали свободнее? Или счастливее? Как же цифровые технологии захватили современную цивилизацию? Вернемся к Ромео и Джульетте, влюбленным, испытывающим трудности с коммуникацией. Когда обнаруживается, что они общаются по ночам, то родители решают это пресечь. Молодые люди больше не видят окон друг друга и отстукивают послание азбукой Морзе. Сигнал поступает по линии, соединяющей две комнаты. Это удобнее, чем фонарики и намного проще скрыть. Но все тайное становится явным. Что если секрет влюбленных раскроется и их увезут так далеко друг от друга, что никакой провод не сможет связать их в комнаты? О, Ромео, где же ты? Как им преодолеть это препятствие? Ответ мы найдем на стадионе. Во время эстафеты бегуны передают друг другу палочку, не снижая скорости. Что если наши влюбленные установят специальное оборудование через каждые несколько сотен километров и поставят кого-нибудь управлять им? Джульетта отправляет послание. Оно поступает первому оператору, а тот передает его дальше. Используя систему коммутаторов, сообщение можно передавать на любые расстояния. теперь ничто не помешает влюбленным поговорить. На полпути можно также установить усилитель тока. Электрический сигнал покрывает большее расстояние. Более того, если снабдить коммутаторы электромагнитом, смыкающим и размыкающим контакт, можно обойтись без оператора. такому маршрутизатору не нужен человек-свизист. Ему достаточно электричества. С его помощью можно достичь блестящих результатов. на основе такого устройства можно создать калькулятор или даже компьютер. Давайте попробуем вычесть 3 из 7 с помощью калькулятора, сделанного из электроплаты релейного устройства. Сначала включаем рубильники, чтобы получить 1-1-1 двоичную форму числа 7. Затем другие переключатели устанавливаем на 0-1-1 то есть 3. Разность имеет вид 1-0-0 в десятиричной системе ей соответствует четверка. Если подобной машиной управляет автоматика, а не человек, с ее помощью можно решать даже более сложные задачи. Попробуем сложить 125 и 2013. Сначала вводим число 125 в привычной нам десятиричной системе. Затем машина преобразует его в двоичный код. теперь снова в десятиричной системе набираем 2013. Машина также подбирает ему двоичный аналог. После нажатия кнопки сложения релейное ЭВМ начинает вычисление быстро включая и выключая рубильники. Получившуюся сумму единица ноль 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 единица ноль единица единица ноль единица ноль компьютер преобразует обратно в десятиричную систему в число 2138. Вторая мировая война подхлестнула развитие цифровых технологий. Прежде рассчитать точность артиллерийского огня можно было не дальше чем на 200 шагов, а на сами расчеты уходило не менее 20 часов. Затем в 1946 году в США в университете Пенсильвании была построена огромная машина. Этот 27-тонный монстр по имени ЭНИАК стал первым электронным цифровым компьютером в мире. На расчет траектории артиллерийского снаряда ЭНИАК тратил всего 30 секунд. В секунду он мог совершить до 5000 операций сложения и до 357 операций умножения. Секретом быстродействия ЭНИАКа были 18000 электронных ламп. Подобно вентилю электронные лампы могут перекрывать поток электронов. Иначе говоря, они представляли собой коммутаторы, управлявшие интенсивностью электронного потока. Однако такие лампы потребляли огромное количество энергии и очень быстро перегорали. к тому же они часто разбивались. Требовалось чем-то заменить ненадежные детали. Так появились полупроводники. Все началось в 1947 году, за два дня до католического Рождества. С этого момента полупроводники играют главную роль в цифровой революции. Трое американских исследователей из компании Белл создали на основе полупроводников устройство, получившее название транзистор. Полупроводниковый транзистор мог усиливать ток и управлять им подобно электронным лампам. Так на смену лампам пришли принципиально новые устройства. так через 41 год после изобретения электронных ламп им на смену пришла новая технология. Появление на рынке небольших транзисторных радиоприемников вызвало настоящий ажиотаж. Они ничем не уступали ламповым. К тому же в транзисторах не было хрупких стеклянных оболочек и вечно перегорающих нитей накаливания. Наконец в 1971 году появился первый настольный компьютер на транзисторах с теми же возможностями что и гигантские ламповые машины 20-летней давности. Даже Билл Гейтс признал транзистор величайшим изобретением человечества. Транзисторы это нервные клетки компьютера. Изобретение интегральных микросхем позволяющих разместить на одной плате миллиарды транзисторов ознаменовало начало новой цифровой революции. А если бы компьютеры были театрами машина 1971 года могла бы вместить 2300 человек. В современных системах уместилось бы все население Китая миллиард 300 миллионов человек. Мы можем найти любую необходимую информацию и мгновенно получить ее. Слово набранное в строке поиска преобразуется в электрические сигналы означающие единицы и нули. Процессор настоящее скопление полупроводников опрашивает бесчисленные компьютеры и серверы и выводят результаты на экран. В наши дни сложно найти устройства не использующие полупроводники. они присутствуют в компьютерах, сотовых телефонах, цифровых фотоаппаратах, холодильниках, телевизорах, автомобилях, роботах, самолетах, спутниках и кораблях. Полупроводники правят миром, а ими в свою очередь управляют комбинацией единиц и нулей. нули и единицы настоящий цифровой мир. Вся информация цифровна и кому теперь нужно аналоговое пианино. Британская энциклопедия больше не издается в бумажном виде. она выпускается только в электронном. Вместо того, чтобы пылиться на полках, книги, превратившиеся в мегабайты информации, хранятся на электронных носителях. смартфоны, маленькие мобильные компьютеры стали элементом повседневности. цифровые устройства помогают нам справиться с препятствиями. Они переводят для нас. Они ведут нас запутанными лабиринтами улицы переулков, помогая добраться до нужного места, когда мы уже отчаялись его найти. В виртуальном пространстве мы можем испытать ощущения, которых никогда не получим в реальности. Можем мчаться на велосипеде по бездорожью, не вставая с дивана. Даже само наше воображение оцифровано. Миры, которые мы раньше могли лишь представить, сходят с книжных страниц. Как вам цифровой мир? о характере человека часто можно судить по его поступкам. Если человечество положило в основу современной цивилизации цифровые технологии, это многое говорит о человеческой природе. В то же время, компенсируя наши недостатки, новые технологии способствуют тому, что мы утрачиваем былые навыки. Мы не только ленимся совершить лишние движения, чтобы добиться цели. Мы теряем искренность в общении. Быстрые и удобные цифровые устройства бесспорно подарили современному человеку свободу. Но это свобода не абсолютно. Мы зависим от машин. Мы привязаны к технологиям. цифровая цифровая эра позволила нам путешествовать экономия времени и деньги. Но не сведется ли все наше существование к приключениям на экране монитора? Мы преодолели расстояние, языковые барьеры, одиночество, научились вести сложные расчеты и обрабатывать большие объемы данных. Все благодаря свободе, обретенной с развитием цифровых технологий. Какие новые возможности они подарят вам? монитора? МОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Раса будущего ищет следы тех, кто обитал на Земле в начале третьего тысячелетия. От этого времени осталось множество артефактов. Неповрежденные фрагменты приборов, на которых держалась тогдашняя цивилизация. Это искусственные материалы, созданные человеком, а не природой. Материалы, открывшие путь в будущее. Фильм второй. Новые материалы. На тонком прозрачном браслете появляется дисплей смартфона. Это гибкое устройство. Мобильная электронная газета легко скатывается в трубочку. На чем основаны все эти футуристические устройства, которые мы видим в научно-фантастических фильмах. Их секрет — графен. Новый материал, созданный людьми. Графен — это модификация углерода толщиной всего в один атом. Он в 200 раз прочнее стали. А его теплопроводность вдвое превышает теплопроводность алмаза, ранее первого материала в мире по этому параметру. Он проводит электричество в сотни раз лучше меди, а электроны в нем движутся в сто раз быстрее, чем в монокристаллическом кремнии, из которого изготавливают полупроводники. Когда графен станет общедоступным, гибкие дисплеи, электронные газеты и сворачиваемые компьютеры перестанут быть фантастикой. Открытие новых материалов радикально меняет жизнь людей. Силикон, пластик, нейлон. Эти материалы изменили человеческую цивилизацию в 20 веке. Знаете ли вы об историческом событии, случившемся 15 мая 1940 года? В тот день толпы американок штурмовали универмаги. В продаже появились первые нейлоновые чулки. Ажиотаж был колоссальным. Чулки из нейлона стоили в 4 раза дороже, чем обычные, но в первый день удалось продать 4 миллиона пар. Классические хлопковые чулки быстро теряли форму. А нейлоновые изделия были легкими, красивыми, эластичными и вскоре завоевали сердца женщин по всему миру. Нейлоновые чулки оказались тоньше и прозрачнее шелковых. Так что женщинам пришлось начать брить ноги. Это был настоящий переворот в образе жизни. Нейлон изготавливается из угля, воздуха и воды. Он не существует в природе. Это была первая синтетическая ткань, сочетавшая различные материалы. Однако нейлон оказался полезен не только в производстве одежды. Во время Второй мировой войны из него делали парашюты, шины для техники, веревки, палатки и прочие нужные на войне вещи. Некоторые женщины даже пожертвовали на парашюты свои чулки. Со временем нейлон стал применяться все шире. Его изобретение предопределило революцию в производстве материалов. Невероятная популярность нейлона привела к появлению других синтетических волокон, таких как полиэстер и акрил. Третьих материалов используется в современном мире чаще всего. Наступила новая эпоха. Человечество могло больше не полагаться на природу. Искусственные материалы лучше удовлетворяли его потребности. А теперь давайте отправимся в прошлое, в самое начало 19 века. Посмотрим, какие материалы были тогда в ходу. Люди носили одежду из шерсти, шелка и хлопка материалов животного и растительного происхождения. Даже пуговицы надежды делали из костей и зубов животных, а также панциря черепахи, клавиши пианино и слоновой кости. Страницы книг скрепляли клеем из вываренных костей и переплетали кожей. На удобрения шли навоз и останки животных. Практически все материалы люди получали из животных и растений. Как обстоит дело сегодня? Когда первые лучи солнца освещают нашу комнату, мы встаем с матраса на стальных пружинах. Мы отворяем полихлор-виниловые окна, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух. Большинство современных вещей изготовлено из пластмассы. И даже наша одежда сделана не из природных материалов, а из синтетических волокон. Мы надеваем обувь с мягкой полиуретановой подошвой и выходим из дому. Как с появлением всех этих материалов изменилась наша жизнь? Заглянем сначала на много веков назад, в доисторические времена. Первобытный человек вынужден был охотиться каждый день, чтобы добыть себе пропитание. Какие материалы он использовал, чтобы охота была удачной, а добыча постоянной? В первую очередь камень. Обкалывая и затачивая его, человек придавал камню форму. Каменный век завершился тогда, когда человек научился обрабатывать металлы. Он изобрел сплав, олово и меди, бронзу, и поэтому следующую эпоху принято назвать бронзовым веком. Целые периоды человеческой истории называются по основному используемому материалу. Что же пришло на смену бронзе? Древние цивилизации возникли в плодородных долинах Хуанхэ, Инда, Тигра и Ефрата, и Нила. В то время в Европе не было больших рек и условий для жизни крупных человеческих популяций. Однако в средние века Европа изменила свой статус. Причина этого успеха кроется в распространении железа. Паровой двигатель и паровой ткацкий станок были изготовлены из стали и положили начало промышленному перевороту в Великобритании 18 века. Сталь стала основой невиданного в истории экономического роста, а Британия на 200 лет превратилась в единственную сверхдержаву. В 20 веке на роль мирового лидера выдвинулись США. Блестящим взлетом американская экономика также обязана сталелитейной промышленности. Таким образом материалы рождали новые цивилизации, служили процветанию империи и способствовали их падению. Но и в повседневной жизни материалы играют важную роль. Посуда, некогда изготавливавшаяся из серебра и латуни, сегодня делается из нержавеющей стали. Медицинские инструменты также не подвержены коррозии. Они должны выдерживать высокие температуры при стерилизации, уничтожающие опасные для пациента микробы. Нержавеющая сталь прекрасно подходит для этого. Не все могут пользоваться природными материалами, ведь они не бесконечны. Кроме того, такие материалы обычно дороги. В то время как богатые могут себе их позволить, бедные остаются ни с чем. Доступность природных материалов очень сильно зависит от состоятельности человека, и многие из них оказались монополизированы элитой общества. Любопытный случай произошел с бильярдными шарами. Изначально материалом для их изготовления служила слоновая кость. Из одного бивня можно было сделать до восьми шаров. С ростом популярности игры спрос на шары резко повысился. Однако слоновую кость, обычно добываемую браконьерами, в требуемых объемах получить было невозможно. Поэтому американская компания, выпускавшая бильярдные шары, посулила 10 тысяч долларов тому, кто предложит новый материал. Пытаясь разрешить проблему и выиграть приз, участники создали несколько новых материалов. Именно тогда появился целлулоид. Из целлулоида изготавливаются шарики для пинг-понга. Однако целлулоид изготавливают из природного полимера, так что его сложно считать первым искусственным материалом. Однажды американскому химику Лео Бакиланду попалась на глаза статья, практически незамеченная современниками. Следуя ее рекомендациям, Бакиланд открыл лабораторию и стал синтезировать новые материалы на основе фенола и форм альдегида. В конечном итоге он получил смолистое вещество, прилипавшее к пробирному стеклу. Натуральные смолы это жидкости, которые выделяют растения или животные. Они не растворяются водой, а только спиртом или эфиром. Смолу, полученную Бакиландом, однако не брал ни один растворитель. Поэтому ученый решил подойти к задаче с другой стороны сделать вещество еще прочнее. Он обнаружил, что при нагревании в присутствии щелочного катализатора смола размягчается, но в конце процесса заметно отвердевает. Так, в 1909 году был создан Бакилит, названный по имени автора. Первый в истории пластмасса. Бакилит вызвал у промышленников всего мира настоящий ажиотаж. Чтобы безопасно использовать электричество, им требовался надежный изолятор, и Бакилит прекрасно подходил на эту роль. Кроме того, Бакилит шел на изготовление доступных радиоприемников, телефонов, фотоаппаратов и даже пуговиц. Широкий успех материала обогатил Бакиланда. Синтетическая пластмасса обладает множеством преимуществ перед натуральными материалами. Если мы растянем резиновую ленту или пружину, а затем отпустим, она примет прежнюю форму. Подобным свойством эластичностью обладает и кожа. А вот целлофановая упаковка не возвращается в исходное состояние. Такое свойство сохранения новой формы после растягивания получило название пластичность. Из материала с высокой пластичностью можно изготовить множество предметов разных форм, габаритов и степень прочности. На них мало будут влиять климат и химические воздействия. В 1920 году, когда уже было создано множество искусственных материалов, немецкий химик Штаудингер предложил теорию полимеров и ввел понятие макромолекул, соединение больших молекул, атомы которых связаны между собой кавалентными связями. В таком соединении молекулы сцеплены между собой как кольца, образующие длинную цепь. Макромолекулярную теорию воплотил в жизнь Уоллес Корозерс из компании Дюпон, который синтезировал нейлон. Этот принцип можно проиллюстрировать различными способами. Например, с помощью попкорна, поджаренной смеси масла и кукурузы. Если смешать муку и дрожжи, получится хлеб. А из прессованного и обжаренного зерна можно сделать традиционное корейское печенье. А что, если попытаться запечь пластмассу как попкорн? В результате получится пенопласт. В конце 90-х годов компания Apple выпустила компьютер iMac с прозрачным корпусом. Он был сделан из поликарбоната, пластика, не уступающего в прозрачности стеклу, но при этом не бьющегося. В 1969 году пластмассу использовали астронавты во время первой высадки на Луну. Когда Нейл Армстронг впервые шагнул на поверхность Луны, на нем был шлем из того же поликарбоната. Многие из предметов, за сохранностью которых раньше приходилось следить, теперь производятся из поликарбоната и выдерживают удар молота. Наряду с камнем, деревом, стеклом и металлом среду, в которой мы живем, составляют многочисленные потомки бакелита, такие как поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен, полистирол, пенопласт и полиэтилен терифталат. Пластмассы повлияли даже на искусство. Мебель, прежде деревянную, теперь также изготавливают из новых материалов. Но пластмассовый стул не значит некрасивый. В производстве игрушек пластмассы произвели настоящую революцию. Датчанин Олег Кристиансен, ранее делавший деревянные игрушки, создал конструктор из пластиковых блоков и тот стал настоящей классикой. С середины 80-х годов пластмасса постепенно вытесняет металл из повседневной жизни. она стала самым распространенным материалом в нашей жизни. Раньше все газированные напитки разливали в стеклянные бутылки. Но эти бутылки были тяжелыми и часто разбивались в момент открытия. В Америке их даже классифицировали как угрозу безопасности. пластиковые бутылки призваны были решить эту проблему. Они имеют разную форму в зависимости от того, какая жидкость в них налита. Бутылки для воды более узкие и легкие с плоским дном. Газированные напитки хранятся в бутылках на пяти или шести ножках с изогнутым дном. Ножки нужны для того, чтобы ослабить давление двуокиси углерода, содержащейся в газировке. Гибкая и податливая пластмасса способна принимать бесконечно разнообразную форму. Синтетические материалы созданы человеком, а не природой. И хотя это прекрасное изобретение, есть один аспект, о котором не следует забывать. О вреде, который эти материалы могут наносить окружающей среде. Наши далекие предки оставляли после себя только каменные орудия, кости животных, шкуры и раковины. Все, что им было нужно для выживания, они получали от природы, и органическим отходом неоткуда было взяться. А как же современный человек? Любой турист мечтает посетить Мальдивы. Настоящий тропический рай. Однако в этом райском уголке скрываются шокирующие тайны. В частности, этот коралловый остров. Он называется Тилафуши. Или мусорный остров. 20 лет назад власти Мальдив отвели этот остров под свалку, чтобы вместить гигантское количество отходов, ежегодно оставляемых туристами. 330 тонн. Такое чудовищное количество мусора поступает сюда каждый день. Но главная проблема в том, что синтетические материалы, из которых состоит большинство отходов, не разлагаются. В воздухе висит отвратительная вонь сженой пластмассы. Над островом возвышается гора пластиковых бутылок. Размер свалки органических отходов каждый день увеличивается на один квадратный метр. В июне 2008 года на пляж Патонг в Таиланде выбросило труб кита двухметрового кошелота гнома. В его желудке были обнаружены 26 мешков для мусора. Они давили на стянки желудка. Кашелот не мог их переварить, не мог питаться и умер от истощения. Многие птицы, обитающие на побережье, также ели пластик, не могли его переварить и погибали. Пластмассы составляют 90% всех отходов в мировом океане. От вершины Вересты до отдаленных районов Антарктиды везде можно обнаружить пластмассовые отходы. Микроорганизмы не могут перерабатывать искусственные полимеры. Требуются миллионы лет эволюции, чтобы они приспособились к этому. И целая вечность пройдет, прежде чем все следы пребывания человека исчезнут с лица Земли. По сей день большинство компаний стремятся снизить стоимость продукции, невзирая на вред наносимой здоровью людей и окружающей среде. Быть может, существуют материалы не только удобные в применении, но и безопасные для природы и для наших потомков. в настоящий момент многие ученые заняты разработкой биоразрушаемых пластмасс. Они используют полимеры, полученные из растительного крахмала или целлюлозы. А в производстве полиуретана применяют растительные масла. Изобретатели создают пластмассы, проводящие ток, пластмассы с эффектом магнетизма, пластмассы, выдерживающие жар, давление и удары. Изначально пластмассы рассматривались как замена природным материалам. Однако современные разработки скорее призваны не столько заменить, сколько улучшить качество этих материалов. Современные пластмассы применяются в самых разных сферах. Однако человечество стремится в новую эру. И там нам потребуются совсем другие материалы. это небесное дерево в Токио. Самая высокая телебашня в мире. 634 метра. Прообраз проекта, который стал возможен благодаря строительству небоскребов. космический лифт. Потрясающая идея, точно сбежавшая со страниц научной фантастики. Лифт, способный подниматься прямо в космос. Японцы заявили о намерении создать такое сооружение к 2050 году и сделать доступными гражданские космические полеты. Лифт будет рассчитан на 30 пассажиров. Развивать скорость до 200 километров в час. Оконечная станция окажется на высоте 96 тысяч километров над землей. На высоте 36 тысяч километров в неделю пути от поверхности земли разместят перевалочную базу с лабораториями и жилыми помещениями. Чтобы создать такое грандиозное сооружение требуется новый материал углеродная нанотрубка легкое но невероятно прочное волокно из которого можно создать цельный каркас высотой 96 тысяч километров. Что же такое углеродная нанотрубка? Графит это материал знакомый каждому из него делают стержень карандаша алмаз родственник графита в основе обоих материалов лежит углерод расположение атомов углерода влияет на свойства материала стенки углеродной нанотрубки состоят из атомов расположенных шестиугольником по электропроводности нанотрубка не уступает меди а по теплопроводности алмазу самому теплопроводному из природных материалов пучок пучок из двухсот миллионов нанотрубок это нить не толще человеческого волоса длина каждой нанотрубки превышает ее диаметр в десять тысяч раз именно по этой причине углеродные нанотрубки единственный материал который позволит нам построить космический лифт если бы тросы лифта были алюминиевыми или стальными конструкция просто рухнула бы под их весом однако нанотрубки одновременно прочные и сверхлегкие и идеально подходят для изготовления тросов возможно в будущем настанет прекрасный день когда каждый сможет отправиться в космос без помощи баснословно дорогих ракет поскольку нанотрубки пропускают электричество их пучки можно использовать как полупроводники недавно появилась одежда из углеродных нитей такая ткань не садится и не теряет форму после стирки используя подобное волокно можно создать гибкий компьютер футуристическую военную форму и даже одежду накапливающую электроэнергию углеродные нанотрубки планируется использовать также для создания полупроводников степень интеграции которых в 10 тысяч раз превосходит показатели современных кремниевых аналогов чем больше секретов атома мы постигаем тем быстрее меняются и материалы которыми мы пользуемся и сама цивилизация какова величина атома и что такое нанометр нанометр это одна миллиардная метра мы все дальше углубляемся в микромир свое тело мы измеряем метрами если мы укрупним изображение то увидим клетки кожи клетки крови клеточные ядра двойную спираль днк и наконец на уровне нанометров мы увидим строение атома нанометр намного меньше чем спираль днк основа всей земной жизни на этом уровне материалы меняют свои свойства так золото остается желтым до тех пор пока каждая его частица размером с песчинку если раздробить его на частице по 20 нанометров золото станет красным это тот же элемент но параметры отвечавшие за цвет изменились в наномире меняется не только цвет химические и электронные характеристики также могут изменяться нано-краску очень сложно стереть потому что на нано-уровне действуют иные закономерности что означает для нас возможность изменять материалы на атомарном уровне и как развитие нано-технологий повлияет на мир этот нано-стадион ученые из IBM построили из атомов железа на поверхности медного бруска понимание свойств микромира и умение управлять ими перевернет весь процесс промышленного производства современное производство можно уподобить работе скульптора сначала он готовит большой кусок исходного материала потом долго его оббивает и обтачивает пока фрагмент не будет готов к использованию это примитивный процесс лишние осколки приходится выбрасывать неразумнее ли собирать вещи из кирпичиков как в конструкторе это практически безотходный и в итоге заметно более эффективный метод и как знает любой кто играл с конструктором в детстве здание из маленьких блоков намного детальнее и реалистичнее чем из больших то есть чем меньше кирпичики тем тоньше работа наноматериалы позволяют добиться точности совершенно недоступной невооруженному глазу если бы мы умели управлять атомами на нано уровне то могли бы собирать механизмы бесконечно более сложные и совершенные чем сейчас более того поскольку производство наноматериалов почти безотходно оно экономит ресурсы и не загрязняет окружающую среду умение манипулировать атомами наномира Жан-Пьер Дюпюи французский специалист по социальной и политической философии утверждает что пытаясь постичь законы мира атомов человек вторгается в области где раньше безраздельно властвовала природа и повторяет ее творение наноструктуры наноструктуры существовали в живой природе задолго до того как человек открыл их геккон удерживается на вертикальной поверхности без помощи присосок или клейкой жидкости причина в устройстве его лапок помимо перепонок на подошвах лапок есть и еще один элемент помогающий ему не падать снизу на них расположены бесчисленные волоски или реснички толщиной от 200 до 500 нанометров по отдельности реснички не отличаются клейкостью но их у геккона сотни миллионов с их помощью геккон может поднимать вес превосходящий его собственный в десятки раз робот созданный одной из лабораторий копирует строение лапки геккона эта робо-ящерица поднимается по гладкой стене со впечатляющей скоростью журнал Тайм назвал стигивота лучшим изобретением 2006 года недавно группа корейских ученых разработала клейкую геккаленту с волосками из углеродных нанотрубок обычно полупроводники переносят пинцетами при этом их можно погнуть или поцарапать геккалента позволяет избежать таких повреждений она упрощает производство вакуумных полупроводников позволяя эффективнее перемещать пластины теперь исследователи выясняют можно ли использовать геккаленту в качестве медицинского бинта а также в качестве аналога скотча для агрессивных сред ожидается что лента найдет применение в сфере медицинских технологий нанотехнологии позволили создать искусственное волокно способное восстанавливать поврежденные мышечные ткани благодаря микроскопическим размерам потенциал нанотехнологий безграничен но по этой же причине они могут стать опасными люди не приспособлены к присутствию в воздухе наночастиц наши носовые перегородки легкие способны отсеивать только частицы в тысячи раз крупнее чем наночастицы таким образом последние могут с легкостью попасть в наш организм и нанести вред здоровью кроме того благодаря небольшим размерам нанотехнологии быстро дешевеют они позволяют создать системы массового слежения и сбора личной информации радиочастотная идентификация отличный пример использования нанотехнологии в сфере телекоммуникации маркеры радиочастотной идентификации крайне малы меньше миллиметра какие проблемы могут быть связаны с подобной маркировкой товаров если вы платите за товар с такой этикеткой используя кредитную карту ваши личные данные могут украсть кто-то узнает где вы бываете как много времени проводите в каких-то местах а вы даже не узнаете об этом было бы наивно думать исключительно о преимуществах нанотехнологий как использовать новую технологию во благо или во зло решают люди от нашего выбора зависит принесет ли она процветание человечеству или причинит ему вред человек научился соединять около ста встречающихся в природе элементов чтобы создать материалы с новыми свойствами как и когда-то в прошлом новые материалы изменяют нашу жизнь тонкий ультрасовременный пожарный костюм раздувается на груди и на спине когда носитель входит в горящее здание все благодаря 64 пружинам из сплава с памятью формы многофункциональная одежда будущего создана из новых материалов аккумулирует все передовые технологии и получит новые функции однако главная задача нанотехнологий воспроизвести механизмы которые мы наблюдаем в природе эти идеи служат маяком всем кто сегодня трудится над их разработкой великие силы природы по-настоящему вдохновляют нас однако далеко не все из них полезны для человека в то время как одни постоянно помогают нам другие лишь разрушают сотворенное нашими руками новые технологии обоюдоострый меч они могут как помочь человечеству так и уничтожить отчет Субтитры создавал DimaTorzok На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. Субтитры создавал DimaTorzok Научные открытия изобретательного и любопытного современного человека. Субтитры создавал DimaTorzok Человечество более неограничено веществами, встречающимися в природе. Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей. Третий – генная инженерия. В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой. Четвёртый ключ – мутации. Мутации – причина болезни, но в то же время важная движущая сила эволюции человека. В одном из фильмов мы раскроем секрет этого интереснейшего явления. Пятый ключ – Солнце. Потребности человечества в энергии кажутся безграничными. Солнце может стать в будущем надёжным источником энергии. Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки. ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ 2050 год. На Земле родился 9-ти миллиардный человек. Демографический взрыв привёл к кризису. Цены на продовольствие стремительно выросли вследствие длительной засухи. Увеличилось число бездомных за счёт людей, которые прибыли в город в поисках еды, но не могут найти себе жильё. Люди странствуют по миру в поисках риса и хлеба, что вызывает напряжение в отношениях между странами. Где же ключ к победе над кризисом? Семя отправляется в путь. Семена – ключевое звено в цепи, которое много веков обеспечивает человечество пищей. Каким станет наше будущее, если исчезнут все семена? ФИЛЬМ ТРЕТИЙ СЕМЕНА Это полярный архипелаг Шпицберген. 60% его поверхности покрыты снегом и льдом. Норвежское название архипелага – Свальбард, переводится как «холодный берег». На этой бесплодной земле лишь немногие формы жизни способны поддержать своё существование. Однако именно здесь расположено всемирное хранилище семян. Почему же оно расположено в столь труднодоступном месте? Здание построено на высоте 130 метров над уровнем моря, а само хранилище уходит на 120 метров вглубь скалы, где семена уцелуют при практически любой природной катастрофе. Хранилище способно выдержать даже ядерный удар. Цель создания такого хранилища на Шпицбергене – сберечь семена на века, без каких-либо технических средств и электричества. Температура здесь стабильна, а семена изолированы от мира. Это обеспечивает семенам максимальную безопасность. Даже в тот последний день, когда весь мир будет обращён в пепел, у человечества останется последняя надежда на эти семена. Они дадут нам ещё один шанс. Если какое-то бедствие опустошит всю планету, семена дадут возможность вернуть растения. Благодаря крошечным зёрнышкам, Земля вновь станет зелёной и пригодной для жизни. Семена – драгоценный ресурс, который кормит и человека, и все другие живые существа на планете. Семя содержит зародыш, который будет расти. И эндосперм, который будет этот зародыш питать. В нём содержатся углеводы, жиры, белки и разнообразные минеральные вещества. Оказавшись в почве, семя начнёт прорастать. Сначала появится корень. Потом на поверхность высунутся стебель и листья. И растение начнёт пользоваться водой и солнечным светом для своего роста. В листьях начнётся необходимая для живых организмов химическая реакция фотосинтеза. Фотосинтез происходит на хлорофиловых зёрнах, а в растительных клетках. Поэтому зелёный пигмент хлорофил играет ключевую роль. В ходе этого процесса, самого важного биохимического процесса на Земле, энергии солнечного света превращает воду и углекислый газ в глюкозу и кислород. Благодаря этому растения растут и плодоносят. Они становятся кормом для растительноядных животных. Питательные вещества поднимаются выше по пищевой цепочке и достигают человека. Растения привлекают насекомых для того, чтобы появились новые семена. В цветках формируются пыльца и яйцеклетки. Когда они соединяются, образуется семя. Растения, родившиеся из семени, размножаются семенами, из которых вырастут его потомки. Конечный результат приносит пользу и нам. Семена преобразили жизнь человечества. Из бесчисленного множества семян люди выбрали те немногие, что годятся в пищу и стали их культивировать. Мы называем такие виды сельскохозяйственными культурами. Культурные растения, которые мы выращиваем и едем сегодня, рис, пшеница, кукуруза и бобы, были отобраны людьми тысячи лет назад. Много веков люди жили охотой и собирательством. С появлением новых культур мы перешли к оседлому земледелию и научились запасать пищу. Запасы высвободили время, которое прежде занимал поиск еды. И это свободное время стало фундаментом того, что мы называем цивилизацией. Неудивительно, что первые цивилизации возникли в центрах происхождения пшеницы, риса и кукурузы. Желтая река – колыбель китайской цивилизации. В полудородной почве ее долины, удобренной речным илом, стали выращивать рис, накормивший древний Китай. Дельты Инда и Нила пригодны для выращивания пшеницы. И здесь сформировались цивилизации Египта и долины Инда. Анды, где возникла цивилизация инков, это центр выращивания кукурузы. В сущности, первые цивилизации возникли там, где было удобно культивировать рис, пшеницу и кукурузу. До сих пор, по прошествии нескольких тысячелетий, мы продолжаем пожинать бесчисленные плоды оккультуривания растений. Почти все, что мы едим, носим, и отчего получаем удовольствие, получено благодаря семенам. Кофе, которым вы наслаждаетесь по утрам. Стильная одежда. Деревянная скамья, на которой вы сейчас, может быть, сидите. Все это появилось из семян. Девятнадцатый век стал свидетелем быстрой трансформации сельскохозяйственного общества в индустриальное. Это привело к взрывному росту численности населения. В те времена британский экономист Томас Мальтус предвещал голод, вызванный увеличением количества людей на планете. Он показал, что производительность сельского хозяйства растет линейно, в то время как население растет по экспоненте, и в скором будущем мир окажется в кризисе. Предсказания, казалось, сбудутся. За 120 лет население планеты удвоилось, и на горизонте замаячил призрак голода. Привычные методы земледелия не могли поспеть за стремительным ростом населения. Но далее численность росла все быстрее, а предсказанный кризис так и не наступил. Как же человечество решило задачу собственного пропитания? В 20 веке люди смогли предотвратить предсказанный наукой голод при помощи достижений той же науки. Они стали скрещивать растения. Скрещиванием культур с разными свойствами можно создать сорт с необходимыми качествами. Огуречный чили. Гибрид паприки и перца чили – пример такого скрещивания. Большинство потребляемых в пищу зерновых, овощных и плодовых культур – это продукты скрещивания. Человечество продолжает этот процесс для того, чтобы вывести устойчивые к вредителям сорта с крупными плодами. Если мы хотим вывести большое красное яблоко, мы скрестим мелкие красные с крупными зелеными. Из получившихся гибридов выбирают деревья с крупными и красными плодами и скрещивают их между собой. Такова традиционная методика выведения новых сортов. Из семян самых больших красных яблок будут вырастать деревья с еще более крупными плодами. Повторяющееся скрещивание продолжается несколько лет и в результате получится сорт с большими красными яблоками. Образятся успешного гибрида полукарликовая пшеница. В середине 20 века Норман Борлоук отправился в Мексику на поиски решения продовольственной проблемы. Он взял низкорослый сорт пшеницы с мелкими зернами и скрестил ее с высокой и слабой, но крупнозерной пшеницы. В результате получился полукарликовый сорт, который приносит крупное зерно и способен выдержать сильный ветер. В странах третьего мира эта пшеница позволила увеличить производство хлеба вдвое. Та же технология скрещивания была применена к азиатскому рису и полукарликовый сорт позволил повысить урожайность и победить голод во многих регионах. В это же время сельское хозяйство в Корее переживало трудности. Распространение риса сорта Тонгыл повысило сбор с 3,5 миллионов тонн в 1966 году до 6 миллионов тонн десятью годами позднее. Впервые в своей истории Корея сама обеспечивала себя рисом. Еще одним фактором интенсификации сельского хозяйства стали химические удобрения. Химическая фиксация азота, необходимого для роста растений, позволила выйти на новый уровень продуктивности. В течение 20 века гибридные сорта вместе с химическими удобрениями внесли существенный вклад в преодоление продовольственного кризиса. Быстрое развитие аграрных наук привело к революции в методах сельского хозяйства. Этот скачок в производстве продуктов питания называют первой зеленой революцией. Сбор зерновых вырос в 7 раз с тех пор, как появились гибридные сорта. Урожайность риса за последние 70-80 лет удвоилась или даже утроилась. Таким образом, мы смогли с той же площади полей прокормить значительно больше людей. Если бы не было зеленой революции, нам понадобилось бы распахивать в 3-7 раз больше площадей, чтобы прокормить нынешнее население Земли. В 19 веке человечество осознало угрозу недостатка пищи. Но благодаря зеленой революции мы смогли вырваться из плена мальтузианского пророчества. Мальтус не мог предвидеть, насколько увеличат наши возможности наука и техника. За свой вклад в зеленую революцию Норман Борлоук получил Нобелевскую премию мира. Эта революция стала фундаментом и движущей силой повышения уровня жизни большинства населения нашей маленькой и тесной планеты. Она укрепила цивилизацию. Тем не менее, в 21 веке возник новый призрак голода. 2050 год. Волна теплого воздуха привела к новым жертвам в Южной Европе. Температура достигает 40 градусов по Цельсию. В Средиземном море засуха уничтожила урожай, оставив хозяйство в запустении. Из-за глобального потепления температура за 100 лет выросла на 6,4 градуса. Толпы беженцев пересекают границы в поисках воды и пищи. Государства закрывают границы и миллиарды людей остаются умирать от жажды. Включая детей. А что произойдет, если мы сможем выращивать африканскую пшеницу, устойчивые к самым страшным засухам? Или рис, растущий на затопленных полях? Если мы получим семена растений, приспособленных к изменениям климата, решат ли они наши продовольственные проблемы? Человечество ожидают и другие беды. Ученые возлагают надежды на биотехнологии. Генная инженерия позволила преодолеть межвидовые барьеры, вычленить необходимые фрагменты генома любого вида, будь то растение, животное или микроб. Скрещивание раньше означало комбинирование свойств представителя одного вида. Форель скрещивали с форелью, фасоль с фасолью. Наступившая эпоха генной инженерии позволяет извлечь ген из форели и добавить его в фасоль, создав принципиально новый вид живой природы. ГМО ГМО это технология, всего лишь инструмент для скрещивания. Это способ получить характеристики, которые мы не сможем развить обычной внутривидовой или межвидовой гибридизации. Эти помидоры продукт генной инженерии. Обыкновенные помидоры вырастают разнообразной формой цветов. Вдобавок они становятся мягкими при хранении. Идеально круглые, ярко-красные томаты в супермаркете хранятся долго, не теряя ни аромата, ни цвета. В природе так не бывает. Как же удалось заставить их сохранять свои свойства на протяжении долгого времени? Первым пищевым генно-модифицированным растением в Соединенных Штатах стали томаты сорта Лавр Сап. Модифицировали его очень просто, взяв ген, уже существовавший в нем, и обратив его действие. За твердость томатов отвечает вещество пектин. А фермент полиголоктороназа постепенно расщепляет пектин, и плод становится мягким. Генные инженеры нашли способ подавить активность гена, кодирующего полиголоктороназу, и замедлить старение помидора. Достигнув зрелости, такие помидоры не размягчаются. С тех пор, как этот первый генно-модифицированный томат дебютировал в США в 1994 году, разработано множество измененных сортов растений. Генная инженерия считает себя ключом к решению продовольственных проблем человечества в 21 веке. Лучший пример разработка компании Монсанто соевых бобов сорта Раундап и комплекса гербицидов для него. Этот комплекс дал надежду фермерам, тщетно боровшимся с сорняками на соевых полях. Теперь сорняки легко победить, а соя растет лучше и дает заметно большие урожаи. Каким же образом гербицид может уничтожать сорняки, не трогая сою? Основной компонент гербицида Раундап фермент глифосат. Попав на листья растения, глифосат подавляет фотосинтез, после чего растение гибнет. Таким образом от сорняков избавиться нетрудно. поместив соевые бобы гены микробов, можно свести действие гербицида на нет. Соя уцелеет, погибнут только сорняки. гербицид 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 появление бобов, устойчивых к гербицидам, не только спасло фермеров, но и значительно уменьшило сложности в применении и дозировке гербицидов. Генная инженерия работает значительно быстрее и проще, чем неторопливое и ненадежное искусство обычного скрещивания. С ее помощью компания выбрасывает на рынок множество новых сортов семян. Появились устойчивые гербицидам и болезням сорта соевых бобов, кукурузы, хлопка и рапса. Урожаи этих культур растут на 10% в год. Генная инженерия стала путеводной звездой в борьбе человечества за рост сельскохозяйственного производства. Теперь мы знаем, как легко удовлетворить наши потребности в пище. началась вторая зеленая революция. Соединенные Штаты, мировой лидер в генной инженерии, стали лидером и по экспорту продуктов питания. Они занимают первое место по экспорту кукурузы, бобов, пшеницы и четвертое место по экспорту риса. США не хватает только первенства в экспорте продуктов питания. Произведенные в Америке продукты проникают во все уголки земного шара. США доминируют на рынке зерновых. В то время, как одни поднимают генную инженерию на пьедестал второй зеленой революции, другие опасаются, что ГМО разрушит природный баланс. Многие громко протестуют против возможного вреда, который смешение генов разнородных организмов может нанести экосистеме в целом. К началу 19 века население Земли составляло 1 миллиард человек. К 2050 году, как ожидается, оно возрастет до 9 миллиардов. Снова звучат грозные слова, произнесенные почти 200 лет назад Томасом Мальтусом. По данным продовольственной сельскохозяйственной комиссии ОНС, с 2002 года цена на зерновые выросла на 150%. За последние несколько лет, особенно с 2007-2008 мы наблюдаем серьезный рост цен на все биржевые товары, особенно на повседневные продукты питания, кукурузы и рис. Нас во всемирной продовольственной программе беспокоит отсутствие признаков того, что цены отыграют назад. В будущем мы столкнемся с высокими ценами на продовольствие. Бедные слои населения, вынужденные тратить большую часть дохода на еду, вышли на улицу. В Африке, где обеспеченность продовольствием падает, а цены растут, дети вынуждены утолять голод глиной. Любой рост цен на продукты бьет по беднейшим слоям, потому что они с трудом сводят концы с концами. Доля тех, кто тратит на еду 80% доходов, достигает в беднейших странах в Черной Африке 60% населения. Всемирная продовольственная программа ООН, крупнейшая благотворительная организация в мире, называет сложившуюся ситуацию новым голодом, сравнивая с тихим цунами, готовым накрыть человечество целиком. Изобилие продуктов на полках супермаркетов с одной стороны и высокие цены с другой. Люди не могут купить это изобилие, что порождает угрозу миру и стабильности. Почему, когда есть возможность масштабного производства продовольствия, когда наука и техника постоянно развиваются, в некоторых регионах люди страдают от голода? Почему нам постоянно не хватает пищи? Один из факторов нового голода – рост числа людей, потребляющих мясо. Животноводство требует колоссальных затрат продукции растениеводства. Килограмм говядины требует 7-8 килограммов зерна. Быстрый рост потребления биотоплива также подрывает продовольственную обеспеченность человечества. Ежегодно до четверти произведенного в Соединенных Штатах зерна перерабатывают на биотопливо. Получается, что лишь половину продукции растениеводства люди непосредственно употребляют в пищу. Людям в борьбе за еду приходится соревноваться с автомобилями и коровами. А еще одна причина взлета цен на продовольствие изменение климата. Осенью 2012 года Соединенные Штаты стали жертвой сильной засухи. Засуху почувствовали все фермеры, оптовики, ритейлеры, вся цепочка вплоть до потребителя. Более 60% территории Америки оказались в зоне засухи. В июле департамент сельского хозяйства предсказал рост цен на продукты. Перед засухой в мае 2012 года кукуруза стоила около 4 долларов. К октябрю того же года она стоила почти 8. Засуха подняла цены на зерно на 70%. Обычно если закупочная цена на зерно растет на 40%, конечная цена продуктов в супермаркете вырастает на 4-5%. Засуха в США сильно ударила по мировому рынку продовольствия. США являются крупнейшим производителем зерна и его главным экспортером. Когда США наряду с другими странами были вынуждены сокращать экспорт, рынок испытал серьезные потрясения. Мы рассчитываем на снижение урожая на 25%. Экспорт упадет на 39%. Будет нанесен удар по ценам на американскую кукурузу. 2050 год. 90% существовавших 100 лет назад видов живых организмов вымерли. Фитовтороз распространяется по всем континентам. Рестораны не могут достать картофель и закрываются. Смертельная болезнь поразила бананы и они исчезли. Ученые не успели вывести культуру для их замены. Если популярный сорт поражает болезнь, некогда изобильные столы теряют свой вид. Недостаток пищи приводит к ужасным страданиям. если этот сценарий сбудется, сколько ни ищи, мы нигде не найдем ни единого банана. До генетической модификации в бананах содержались черные семена размером с горошину. В нынешних бананах остались лишь зачатки семян. Этот гибрид был выведен для нашего удобства. На рынке любой страны мира вы найдете только бессемянные бананы. Размножать бессемянные бананы можно только черенками. появится новая болезнь и мы лишимся бананов как вида. Производители выращивают по всему миру одинаковые удобные для людей сорта. Что может из-за этого произойти? прохладная и влажная Ирландия. Для этой неплодородной земли, где люди спокон веков боролись за существование, нашлась подходящая культура, способная прокормить население. картофель. Он неплохо растет даже в довольно бедных почвах. Фермеры выращивали практически единственный сорт ромпер из-за его высокой урожайности. Благодаря картофелю численность населения Ирландии возросла, а уровень жизни повысился. Однако в середине 40-х годов 19-го века с каждого поля стали выкапывать несколько сгнивших клубней. Болезнь фитофтороз распространялась быстро и поразила все растения без исключения. Поскольку все население выращивало только ромпер, не осталось ни единого клубня для замены погибшего сорта. Лишенная привычного источника питания Ирландия стала ареной масштабной трагедии. И до сих пор, полтора века спустя, люди продолжают массово выращивать один-два сорта растений в мире, повторяя ошибку ирландцев. Разумеется, предпочтение отдают самым урожайным сортам картофеля. Посмотрите на корпорации быстрого питания. Эти компании имеют тысячи заведений во всех странах мира, которые требуют один-единственный сорт картофеля. Во всем мире картофель фри делают только из сорта растет бербанг. При жарке он не становится влажным и долго сохраняет вкус. Так что фермеры выращивают только этот сорт. Если его поразит серьезная болезнь или нашествие вредителей, многие фермеры обанкротятся, а картошку фри будет не достать. Картофель не единственный пример. Не так давно организация по охране природы докладывала о существенной угрозе биологическому разнообразию видов на планете. 95% салата латука, 91% кукурузы, 94% гороха и 81% томатов представлены на полях единственным сортом. Многие виды овощей и фруктов просто исчезли. поле, засеянное единственным сортом картофеля. Ирландская трагедия может повториться, и теперь она затронет весь мир, а не одну страну. Супермаркеты предлагают как на подбор красивые, яркие, одинаковые плоды. Но домохозяйки покупают их все осторожнее. Цены растут. Почему одновременно со всеми успехами сельскохозяйственной науки продовольствие дорожает? Причина кроется в семенах. Один грамм золота стоит 7 долларов, а один грамм семян паприки не менее 12. семена помидоров по 13 долларов за грамм почти вдвое дороже золота. Почему семена так дороги? Цены на семена растут из-за патентного права, из-за роялти и отчислений, связанных с импортом. Растущая цена на семена закладывается в стоимость овощей на рынке. При отсутствии импорта цены могут взлететь в несколько раз. Семена могут быть оружием мощнее золота. по этой причине государство тратит значительные средства для сохранения генетических ресурсов. Это национальный центр сохранения генетических ресурсов в США. Крупнейшее в мире хранилище генетических ресурсов. Здесь хранятся семена, образцы растений и другие генетические ресурсы, собранные по всему миру. Центр начал сбор семян со времен прибытия пилигримов в 17 веке и предпринимал экспедиции в разные страны. Сегодня Национальный центр сохранения генетических ресурсов принимает пожертвования семенами со всего мира. Прибывший материал после серии проверок закладывается на хранение при температуре минус 20 градусов, либо в жидком азоте. Семена в этих условиях живут долго. При 5 градусах они могут прожить 20 лет. В морозильной камере они продержатся несколько веков. С 80-х годов прошлого века мы пользуемся жидким азотом. Это история биологии низких температур. В хранилищах центра находятся 800 тысяч образцов. Треть из них дикорастущие, треть культивируемые сейчас, а оставшаяся треть специально модифицированные виды. Центр бережно хранит Банк Мировых Сельскохозяйственных Ресурсов. Один из этих ресурсов особенно ценен. Это дикий предок. Нас интересуют дикие предки, потому что у них есть черты, незаметные в культурных растениях. Вот обычный культурный маис, то есть кукуруза. А рядом тиосинте, дикий предок маиса. Видно, что семена тиосинте гораздо мельче. Это одна из характерных особенностей диких предков. В семенах диких предков культурных растений кроются особые генетические свойства. Например, устойчивость к болезням и засухам, которые наука пока не может понять. Они страхуют нас на тот случай, если культурные сорта придут в негодность. Мы подошли к тому моменту, когда семена стали подлинным национальным богатством. Не только Америка проявляет интерес к коллекционированию и хранению семян. Другие страны также понимают, что в этом кроется их будущее. Америка накопила 530 тысяч сортов семян. Китай 390 тысяч. Индия 340 тысяч. Россия 320 тысяч. Япония 240 тысяч. И Корея 190 тысяч сортов. Роль разнообразия культур важна уже сейчас. И еще важнее она станет будущим. Потому что растеневодство должно ответить на вызовы, которые ему готовит будущее. И нарастить производство, чтобы прокормить растущее количество людей. Прогнозируемый рост населения к 2050 году делает наше будущее туманным. Неужели нет пути решения этой проблемы? Ключ в семенах, которые сопровождают нашу культуру несколько тысяч лет. Каждый продовольственный кризис заканчивался научными изысканиями, которые давали решения посредством новых семян. Семя после долгого путешествия осела в том месте, где намерена жить. Прорастая, оно пронизывает корнями почву, выбрасывает побег и листья и начинает плодоносить. Уже очень давно семена обеспечивают нас пищей. В них заключена надежда человечества на продолжение жизни на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На русский язык фильм дублирован компанией VideoFilm TV. Субтитры создавал DimaTorzok Научное открытие изобретательного и любопытного современного человека. Пять ключей отофрут двери в будущее. Первый из них состоит из нуля единиц. Это цифровая форма информации. Благодаря цифровой революции возможности расширяются, а наша жизнь быстро меняется. Второй ключ — новые материалы. Человечество более не ограничено веществами, встречающимися в природе. Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей. Третий — генная инженерия. В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой. Четвертый ключ — мутации. Мутации — причина болезней, но в то же время важная движущая сила эволюции человека. В одном из фильмов мы раскроем секреты этого интереснейшего явления. Пятый ключ — солнце. Потребности человечества в энергии кажутся безграничными. Солнце может стать в будущем надежным источником энергии. Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки. Пять ключей. Каждый год по всему миру малярией болеют 150 миллионов человек. В Африке умирает до миллиона детей от этой болезни. Но есть африканцы с врожденным иммунитетом к малярии. Все вирусы от гриппа, который мутирует и возвращается каждый год, до спида, остающегося неизлечимым, вызывают неконтролируемый страх. Однако есть люди, которые могут заразиться вирусом, но не заболеют спидом. Этой женщине недавно исполнилось 77 лет. Рост ее не достигает даже одного метра. Благодаря определенным генетическим особенностям она может не бояться заболеть раком. Африканцы с иммунитетом к малярии. Европейцы, которым не грозит спид. И женщина с врожденным синдромом лорона невосприимчивая к раку. В чем секрет этих людей? В чем отличие от других? Фильм четвертый. Мутации генов. 20-я неделя беременности. Большинство женщин следят за состоянием плода при помощи УЗИ. Они проверяют, здоров ли их ребенок. На этой стадии можно судить о состоянии мозга и сердечно-сосудистой системы плода в строении пальцев. С первых недель беременности женщины проходят различные обследования, чтобы родить здорового малыша. Даже мельчайшая генная мутация резко увеличивает вероятность врожденных дефектов. Причина отклонений в развитии плода мутации. Они возникают в процессе оплодотворения, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой. Что-то может пойти не так при смешении геномов или проблема может присутствовать уже в родительских генах. Это ведет к рождению разного рода мутантов. Но мутации не так разнообразны, как можно подумать. Мутацию может вызвать небольшое изменение в одном основании ДНК или его части. Часть хромосомы может быть утеряна. Или эта часть может продублироваться. Или две хромосомы поменяются местами. Мутации возникают, когда в генах начинается путаница. Сразу приходит в голову фильм о мутантах, где на экране появляется странный человек, и все говорят, это мутант. На самом деле речь идет о незначительных генетических вариациях. Что случится, если мутанты окажутся физически лучше развитые, чем нормальные люди и лучше приспособлены к окружающей среде? По данным профессора Питера Фроста из шотландского университета Сент-Эндрюс, первый мутант-блондин появился на свет в Северной Европе в конце ледникового периода около 150 тысяч лет назад. Сегодня блондины составляют более 80% жителей Северной Европы. Причем они распространились по Европе всего за 10 тысяч лет. Профессор Фрост установил, что мутанты со светлыми волосами рецессивным признаком не исчезли, потому что оказались привлекательными для противоположного пола. Разнообразие оттенков кожи, волос и глаз у современного человека свидетельствует о произошедших в какой-то момент генетических изменениях, то есть мутациях. есть люди, получившие благодаря мутациям уникальные способности. Например, они приобрели иммунитет к малярии, одной из главных болезней в Африке. Этих людей отличают и ретроциты и серповидной формы. Люди с серповидными ретроцитами часто бывают хилыми и болеют анемией. Но африканские женщины предпочитают брать в мужья именно их. Потому что у них иммунитет к малярии. А это лучшая рекомендация при выборе мужа, даже если у него малокровие. Этот факт впервые обнаружили в 40-е годы прошлого века. Ученые собрали африканцев, которые выжили после укусов малярийных комаров и провели анализ крови. Обнаружилось, что у этих людей красные кровяные тельца отличаются от обычных. Они мутировали. Такие тельца называют серповидными, потому что они действительно по форме напоминают серп для срезания колосьев. Но почему они дают людям иммунитет против малярии? Нормальные ретроциты имеют форму двояко вогнутого диска и транспортируют кислород. Их форма облегчает газообмен. Серповидные ретроциты хуже переносят кислород, что ухудшает кровоток и приводит к анемии. Взамен они невосприимчивы к возбудителю малярии. Это нормальный двояко вогнутый эритроцит. Малярийный паразит легко достигает поверхности клетки и заражает ее. Поверхность эритроцитов становится липкой, они начинают склеиваться и это приводит к воспалениям в капиллярах. У серповидных эритроцитов даже при заражении инфекция не может попасть на поверхность клетки. Поэтому вероятность, что по капиллярным сосудам распространится воспаление, снижается и малярия не возникает. Остановка биокатализатора вероятно позволит вам долго жить даже после заражения малярии. Потеря старых функций в результате мутации может играть не меньшую роль, чем приобретение новых. Люди получают мутировавшие гены по наследству. Кому-то эти мутации дают привлекательную внешность, высокий уровень интеллекта или атлетическое сложение. такие мутации эффективно притягивают противоположный пол. Востребованные мутировавшие гены передаются потомкам и распространяются по планете. Когда слово мутация стало использоваться применительно к организму? Это случилось в конце 19 века. Человек, выращивавший инотеры, обнаружил цветок значительно крупнее обычного. Он взял семена этого цветка, посадил их, и выросшие цветы были такого же размера. Это случилось из-за генного изменения. этот человек первым использовал слово мутант для обозначения полученного им нового вида. Это был голландский генетик и ботаник Гуго де Фрис. Позднее ученые выяснили, что мутацию могут вызывать внешние факторы, в частности радиация или химические вещества. И все-таки это положительное явление или опасное? Большая часть продуктов, которые мы используем в пищу, появилась в результате мутации. В южно-корейской провинции Чолананда можно увидеть, как созревает дикий рис. Метелки длинными тонкими усами защищают колосья от птиц. Шлифованные зерна такого риса имеют красноватый оттенок. Дикий рис сложно выращивать. Его урожайность на 20% ниже, чем у посевного. поэтому фермеры предпочитают выращивать посевной рис, а не красноватый дикий. Когда его начали культивировать? по данным ученых, посевной рис появился как мутировавшая форма дикого около 10 тысяч лет назад. Такой рис проще очищать. И варится он быстрее, что позволяет людям экономить топливо. Кроме того, его урожайность выше, и крестьяне стали предпочитать мутировавший вид. то есть белый рис это мутировавший красный. значительная часть других сельскохозяйственных продуктов с нашего стола это мутировавшие формы диких видов. Пшеницу, которую мы сейчас едим, стали выращивать примерно за 7 тысяч лет до нашей эры. Человек выбрал мутировавшую разновидность дикой пшеницы с более крупными и не осыпающимися зернами. Именно ее мы собираем до сих пор. Другие культурные растения также выращивают всего несколько тысяч лет. Человек отбирал мутировавшие сорта диких растений и начинал специально выращивать их. Сегодня мы потребляем результаты мутаций отобранные в древние времена. Не только растения, но и домашние животные это результат мутаций. Около 15 тысяч лет назад группа людей во время охоты встретила стаю волков, искавших еду. волки оказались безобидны и люди привели их домой и стали использовать для охраны деревни от чужаков. Эти волки стали предками наших домашних собак. лучшие друзья человека теперь совсем не похожи на волков и друг на друга. Национальный научно-исследовательский институт генома человека в Америке отобрал для изучения 23 породы собак. Оказалось, что на крупных и маленьких их разделяет инсулиноподобный фактор роста-1. Небольшая мутация в гене роста вызывает серьезную разницу в размерах. Гены определяют не только внешность, но и характер. Охотничьи собаки. Собаки поддающиеся дрессировке. Собаки поводыри для слепых. Все они обладают различными характеристиками благодаря генам. Колли пастушеские собаки. Каждый из них может присматривать за несколькими десятками овец благодаря гену, придающему ей высокое чувство ответственности. Небольшое отклонение в генах приведет к появлению собаки совсем других качеств. гену, где же возникает мутация? За исключением прокариотов, например, бактерий, клетки любого организма имеют ядро. В ядре заключен набор хромосом. Каждая хромосома образуется из молекулы ДНК, которая содержит генетическую информацию и передаётся от родителей к детям. Мутации происходят именно в молекуле ДНК. В ДНК человека встречается четыре вида азотистых оснований. А, Т, Г, С. Характеристики клетки определяются последовательностью этих оснований. Ткани отдельных органов тела формируются из клеток с соответствующими характеристиками. Изменение последовательности основания в ДНК приводит к мутации. Конечно, она не проявляется за ночь. Сначала отбирается изменение, наиболее выгодное в окружающих условиях. Создается группа уникальных генов. Если она не смешивается с другими и оставляет потомство, появляется новая разновидность. Такие изменения — совокупный результат мутаций, естественного отбора и физиологической обособленности. Эволюция — это процесс, развивающийся на протяжении долгого времени. Миллион лет назад изменился геном человека. Разница между геномами человека и шимпанзе составляет всего 1,3%. Изучая черты, отличающие человека от шимпанзе, ученые обнаружили, что у шимпанзе есть гены, отсутствующие у людей. Между человеком и шимпанзе есть сотни различий от способности к прямохождению до строения кожи и способности разговаривать. Ученые искали причины таких различий и нашли одну из них. Поверхность клеток шимпанзе и человека очень сильно различается. Это открытие сделали Аджет Варки и Паскаль Ганье, изучавшие происхождение человека. Они сравнили образцы сыворотки крови человека и шимпанзе и обнаружили, что те состоят из разных компонентов. Ген CMH отвечает за выработку протеина, который является ферментом для превращения сиаловых кислот. У человека этот ген был поврежден около двух миллионов лет назад. У всех млекопитающих на поверхности клеток находятся N-гликолилнираминовая и N-ацетилнираминовая кислота. У человека ген 1-й был поврежден 2 миллиона лет назад. Клетки шимпанзе покрыты этими двумя кислотами. А у человека одной из них нет. У нас осталась только одна асиаловая кислота. Только ацетилнираминовая кислота. Часть гена, отвечающего за формирование поверхности клетки, у человека оказалась утеряна и произошла мутация. В результате из двух компонентов поверхности клеток у человека остался только один. Несмотря на то, что это всего один ген, он влияет на каждую клетку тела. Ведь в каждой клетке находятся миллионы копий этой кислоты. Изменяя один атом, вы на самом деле меняете каждую клетку в теле. ДНК похожа на компьютерную программу. Изменение одного оператора может создать ошибку или изменение во всей программе. Так и здесь. Небольшое изменение генетического кода приводит к появлению серьезных различий. По сравнению с клетками других приматов, человеческие клетки потеряли один компонент. Это произошло из-за случайной мутации и серьезно повлияло на человеческий род. Эта мутация стала одной из причин наших отличий от других приматов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» 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 Кристофер Данкан с коллегами из Ливерпульского университета выяснил, что это стало побочным эффектом средневековой чумы В 14 веке черная смерть опустошала Европу Она убила 40% населения Меньшая часть европейцев Примерно один из 20 тысяч имела мутировавший ген Ген CCR5-дельта-32 Его функцией было оградить своего носителя от черной смерти И чума, и СПИД проникают в иммунную систему с помощью CCR5 Эпидемия чумы была долгой увеличивая тем самым вероятность появления мутации этого гена Доля носителя мутации повысилась в 2000 раз А значит, 10% европейцев имеют иммунитет к ВИЧ-инфекции Случайная мутация создала защитную стену против болезни И 10% европейцев могут не бояться СПИДа Одни мутации оказывают сильное влияние на болезни Другие никакого Этот конкретный дефект возник случайно И защищает людей от ВИЧ-инфекции Что они выходят за рамки нормальной генетической вариативности Внутри вида численностью несколько миллиардов особей Мутации могут вызывать болезни И они же могут защищать человека от них Доктор Вальтер Лонго – биогеронтолог Он обнаружил, что мутации, связанные с ростом, могут продлевать срок жизни Обычные мыши в среднем живут 2 года и 2 месяца Карликовые мыши меньше обычных И живут более 3 лет, а кроме того, реже болеют У 30-40% этих мышей будет развиваться рак И другие проблемы Воспаление Снижение умственных способностей А карликовые мыши защищены от рака И угасания когнитивных способностей Диабет им тоже не грозит На примере карликовых мышей удалось доказать Что мутации влияют на заболеваемость раком и диабетом Справедливо ли это в отношении человека? Республика Эквадор в Южной Америке расположена на экваторе В деревне в 10 часах езды на автомобиле от столицы Эквадора, Кито Живет человек, невосприимчивый к раку Это пожилая женщина Джудис В этом году ей исполнилось 77 лет Ее рост всего 95 сантиметров Она страдает синдромом Лорона У Джудис 8 братьев и сестер Но только она имеет это заболевание Маленький рост всегда беспокоил ее Это уникальное качество выделяло ее в семье У меня 8 братьев и сестер Я здорова А у двоих из них диабет Мой брат Мигель умер отравившись грибами Моя сестра Селия умерла от ликени У моего брата Урбана камни в желчном пузыре У сестры Иоланды высокий уровень липидов в крови У сестры Виолетты высокий уровень холестерина Джудис самая старшая среди своих братьев и сестер Она неестественно маленького роста Но к 77 годам она ни разу серьезно не болела Николас Аугуста еще один человек с синдромом ворона Живущий неподалеку Ему 18 лет, но его рост остановился на 113 сантиметрах Его мать готовит обед Вместо масла для жарки она использует свиной жир Я кладу свиной жир вместо растительного масла Мы разводим свиней, поэтому привыкли есть свинины и сало Большую часть еды в этой местности готовят на свином сале И она очень калорийная Это вызывает ожирение, что провоцирует диабет и рак Но карликов с синдромом ворона это не затрагивает Почему у них появился иммунитет против некоторых болезней Если они живут в той же среде и едят ту же еду, что остальные? Доктор Хайма изучает пациентов с синдромом ворона с 1994 года Он наблюдает около сотни жителей Эквадора Это примерно треть всех людей с этим заболеванием в мире Исследование началось с основанной на медицинских записях гипотезой Что мутация, вызывающая остановку роста, предотвращает рак и диабет Мои пациенты живут в районе с повышенной заболеваемостью рака Случаи смерти от рака составляют в Эквадоре 17%, а на юге страны 20% Родственники этих людей, как и все другие жители страны, умирают от диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний А у людей с синдромом ворона эти болезни не встречаются Но почему эти люди не восприимчивы к раку? Сперва давайте выясним, как он развивается 80 миллиардов клеток умирают и рождаются в наших телах каждый день Этот процесс называется репликацией клеток 30 миллиардов пар оснований должны во время него точно скопировать данные, чтобы все пошло правильно Но что-то может пойти не так На этот случай в нашем организме есть система для исправления ошибок И она устраняет большинство проблем И тем не менее, иногда повреждения не удается исправить Когда серьезный дефект возникает более чем в 4000 клеток, они становятся раковыми клетками Это происходит, когда часть гена в клетке повреждена Главным фактором является мутация Обычно иммунные клетки могут уничтожить до 10 тысяч раковых клеток Раковая опухоль начинает расти при проблемах с функционированием иммунных клеток Раковые клетки начинают распространяться, когда их становится более миллиона А миллиард образует опухоль размером с рисовое зернышко Когда миллиард превращается в триллион, человек умирает от рака Доктор Хайме опубликовал статью с утверждением, что мутация, вызывающая синдром Лорона, предотвращает развитие рака С 1994 года у моих пациентов не зарегистрировано ни одного случая диабета и всего один рака Это необычно Есть и другие исследования, показывающие, что высокий уровень инсулиноподобного фактора роста связан с раком По мнению доктора Хайма, причина неуязвимости пациентов с синдромом Лорона такова Гормон роста выделяется гипофизом Затем гормон доставляется в печень, где встречается с рецепторами, производящими инсулиноподобный фактор роста ИФР1, который стимулирует рост При синдроме Лорона рецептор в печени не реагирует на гормон роста Мутация в рецепторе создает изменения во всем организме, который производит меньше ИФР1 и перестает расти В ходе исследования доктор Хайма выяснил, что уровень ИФР1 связан с раком Высокий уровень этого белка провоцирует заболевание раком и наоборот Высокий уровень ИФР1 тормозит процесс запрограммированной гибели клеток И позволяет злокачественным клеткам размножаться При синдроме Лорона уровень ИФР1 наоборот очень низкий А уровень смерти клеток повышенный Это одно из возможных объяснений Как умирание клеток предотвращает рак? Одну из причин стремительного размножения раковых клеток скрывает концевой участок хромосомы – теломера У новорожденного теломеры имеют определенную длину Когда происходит деление клетки, теломеры становятся короче Затем превращаются в узел, и клетка умирает В соответствии с длиной теломеры происходит определенное количество репликаций Если по какой-то причине теломеры не функционируют нормально Клетка не умирает, а продолжает делиться и становится раковой Раковые клетки развиваются с течением времени В каждом следующем поколении возникает и распространяется новая мутация У пациентов с синдромом Лорона, низкий уровень и ФР1 Умирание клеток происходит часто И тем самым мутировавший ген защищает носителя от рака Этим людям приходится жить с маленьким телом Зато рак им не угрожает Мы выяснили, что такие как мы не болеют диабетом и раком Это хорошая новость Я надеюсь, что исследование синдрома Лорона на моем примере И на примере таких людей, как я Поможет в извлечении этих тяжелых заболеваний Мне приятно думать, что я могу помочь многим людям на планете Я просто описываю то, что вижу Я вижу человека с болезнью, но в то же время человека защищенного Мутации могут быть как полезными, так и вредными Африканцы устойчивы к малярии Европейцы свободны от угрозы СПИДа И малорослые Джудис, который не страшен рак Уникальные особенности этих людей определены мутациями С моей точки зрения, мутации – это естественная часть эволюции Не всегда, но часто мутации могут вызывать заболевания Но мутации – это и способ развития Генетические мутации подарили людям разный цвет волос и уникальную поверхность клеток Многие люди умирают из-за легко мутирующих вирусов А с другой стороны, благодаря мутациям растет число людей с иммунитетом к разным заболеваниям Ученые ищут пути предотвращать болезни, изучая таких людей Мутация – это возможность И, как все возможности, она связана с риском Влияние мутации на весь организм, который несет ее в каждой из своих клеток Определяет, насколько она рискована и сохранится ли у потомков Если она выгодна, то станет распространяться И однажды окажется общей для всей популяции Таким образом, мутация – это основа эволюции Однажды в будущем по Земле будет ходить совершенно другая человеческая раса Ключ к этому будущему внутри нас Наши гены и их мутации Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Научное открытие изобретательного и любопытного современного человека Пять ключей отопрут двери в будущее Первый из них состоит из нулей и единиц Это цифровая форма информации Благодаря цифровой революции возможности расширяются, а наша жизнь быстро меняется Второй ключ – новые материалы Человечество более не ограничено веществами, встречающимися в природе Благодаря искусственным материалам мы достигли новых рубежей Третий – генная инженерия В наши дни пищи хватает на всех, но в ближайшем будущем ситуация может измениться При помощи генной инженерии мы способны справиться с надвигающейся угрозой Четвертый ключ – мутации Мутации причиноболезней, но в то же время важная движущая сила эволюции человека В одном из фильмов мы раскроем секрет этого интереснейшего явления Пятый ключ – солнце Потребности человечества в энергии кажутся безграничными Солнце может стать в будущем надежным источником энергии Этими пятью невероятными ключами мы откроем двери в будущее науки Пять ключей Как всегда, в Сеуле ночью светло, как днём Но в мгновение ока весь город погружается во тьму Волна отключения электричества доходит до 38-й параллели Что происходит? Что такое? Иди разберись Слушаюсь, центр В 2025 году из-за крупного отключения электричества Вся Южная Корея погрузилась во тьму На улицах воцарился хаос Есть кто-нибудь? Аварии происходят одна за другой Современная цивилизация мгновенно отказывает Седьмой день без электричества Когда мы сможем им пользоваться? Мой телефон сел, деньги кончились Что? Ещё долго? Вы не знаете? Умные машины превратились в бесполезные куски железа Люди начинают понимать всю ценность энергии, лишь оставшись в темноте Энергия делает нашу жизнь комфортнее Развитие человеческой цивилизации основано на изобилии энергии Сегодня люди и дня не могут прожить без горючего и электричества Однако когда-нибудь этот источник жизни иссякнет Сможет ли человечество преодолеть этот кризис? Как отвечает на этот вопрос наука? Фильм пятый «Солнце» К 2025 году, благодаря научно-техническому прогрессу, повседневная жизнь стала удобнее Вы можете реализовать задуманные одним движением пальца Удобство достигается благодаря энергии На данный момент, в 2025 году, потребление энергии по сравнению с 2001 выросло на 58% Но источником 70% энергии остаются полезные ископаемые – нефть и уголь Запасы топлива подходят к концу, начиная с 2020 года Конфликты, связанные с энергетическими проблемами, выходят из-под контроля Продолжающаяся война между Ираном и Израилем вызвала очередной нефтяной кризис Персидский залив – крупнейший поставщик энергоресурсов И война в этом регионе влияет на всю мировую экономику Кризис достигает пика в 2025 году Человечество начало использовать энергию в глубокой древности Что же такое энергия? Энергия нужна для любой деятельности Это возможность совершать работу Наши предки вынуждены были полагаться на силу своих мускулов Энергию, приводившую в движение мышцы, они получали из природы Травоядные животные потребляли энергию солнца, запасённую в растениях Их ели хищники, а тех, в свою очередь, люди Так они получали энергию, приводившую в движение тела Откуда же берут энергию растения, находящиеся в основании пищевой цепочки? В клетках растений есть системы, называемые хлоропластами Хлоропласты преобразуют в глюкозу воду, получаемую из почвы Углекислый газ, входящий в состав воздуха, и солнечный свет Этот процесс называется фотосинтезом Нам может показаться, что мы берём энергию из мяса или овощей Но если копнуть глубже, то она родом из солнца Солнце – первоисточник энергии для всего, что мы делаем Солнце выращивает нашу пищу, даёт свет и тепло Таким образом, солнце – источник жизни для всей Земли Земля покоится в нежных материнских объятиях Солнца Люди – дети Солнца, без него они не могли бы жить Человечество полагалось на Солнце с древнейших времён А примерно 500 тысяч лет назад наши предки совершили прорыв Начали использовать огонь Из всех планет Солнечной системы, Земля – единственная, на которой возможно самопроизвольное возгорание Конечно, на других планетах бьют молнии и извергаются вулканы Но ни на одной нет огня, как на Земле Почему же? Во-первых, на Земле есть множество веществ, которые могут служить топливом Кроме того, в атмосфере содержится кислород, благодаря которому поддерживается горение Огонь – настоящий подарок для обитателей Земли Люди узнали об огне случайно, благодаря природным явлениям, ударам молнии и лесным пожарам Они научились поддерживать огонь дровами Человек, наконец, начал использовать солнечную энергию в другой форме Огонь очень важен Он даёт нам свет и тепло Благодаря этому теплу человечество пережило ледниковый период При помощи огня можно готовить еду и придавать новые формы вещам Огонь даёт нам энергию посредством окисления растений А растения получили её от Солнца Таким образом, в растениях хранится запасённая солнечная энергия До тех пор, пока мы не сожжём их и не используем энергию в форме, называемой огонь Чтобы он насладится теми благами цивилизации, что нас окружают В конце эпохи палеолита человек сделал ещё одно важное открытие Он обнаружил, что использование орудий позволяет тратить меньше энергии Кроме того, работу легче делать с помощью животных С тех пор люди ищут способы более эффективного использования энергии Кроме того, ещё в древности люди научились использовать силы природы Вода на Земле находится в постоянном круговороте Причиной этого также является Солнце Вода испаряется, поглотив солнечную энергию И становится дождём и снегом, выпадающим на Землю, чтобы затем вновь испариться Текущая вода обладает кинетической энергией Потенциальная энергия, которая она обладает, находясь на возвышенности Превращается в кинетическую по мере движения вниз Причиной такого природного явления, как ветер, также является Солнце Он возникает из-за того, что поверхность Земли впитывает солнечный свет и нагревается Более тёплый воздух поднимается вверх, а более холодный опускается вниз Так возникает движение воздуха из точки В в точку А, то есть ветер Ветер служил человеку источником энергии с древнейших времён Молод зерно без особых усилий можно было при помощи ветряных мельниц Их приводил в движение поток воздуха Первоисточником этой энергии также является Солнце Откуда же берётся энергия на Солнце? Она родом из самого центра звезды Температура там превышает 100 миллионов градусов Солнце внутри не твёрдое, не жидкое и не газообразное Здесь вещество пребывает в четвёртом состоянии – плазмы В плазме могут происходить ядерные реакции, то есть слияние двух и более атомных ядер В результате этого процесса выделяется огромное количество света и тепла Эти свет и тепло мы называем солнечной энергией Ей требуется 8 минут, чтобы достичь Земли Половина её отражается и уходит обратно в космос Или поглощается атмосферой и облаками Вторая половина достигает поверхности Земли И это всё равно очень много Той энергии, которую Земля получает от Солнца каждую минуту Хватило бы всему миру на целый год Сравним её с энергией полезных ископаемых Во всех полезных ископаемых мира столько же энергии, сколько Земля получает от Солнца за три дня Только 15 сотых энергии Солнца используется для фотосинтеза Таким образом, нашей пищей горючей результат преобразования ничтожной части солнечной энергии Человек с глубокой древности согревался благодаря дровам Однако в начале 18 века их использование резко сокращается Люди стали искать новые источники энергии Когда количество деревьев, которые ещё недавно росли повсюду, стало сокращаться Источник энергии, который смог их заменить, был погребён глубоко под землёй Им оказался каменный уголь Сначала люди не воспринимали его как топливо Иногда его использовали как украшение Но со временем люди поняли, что уголь горит Однако уголь залегает только в отдельных регионах мира Кроме того, если неправильно его жечь, можно получить смертельное отравление Это ограничивало использование угля Уголь Уголь начали использовать как топливо в Великобритании в начале 17 века Его применяли при выплавке стали Уголь Уголь образуется, когда накрытые осадочными породами растения, питавшиеся солнечной энергией Разлагаются при высокой температуре и большом давлении Это своего рода подземные хранилища солнечной энергии Цивилизация сделала большой шаг вперёд благодаря использованию угля Именно уголь запускал в ход паровые двигатели, на которых была основана промышленная революция 18 века Эти двигатели приводились в действие паром Люди давно знали, что сила пара может приводить предметы в движение Однако потребовалось немало времени Прежде чем удалось воплотить это понимание в механизме парового двигателя Положение удалось изменить Джеймсу Уату Промышленная революция началась в Великобритании В Англии бережно хранятся паровые двигатели, сыгравшие в этой революции важнейшую роль Это созданный Джеймсом Уатом шедевр «Изменивший мир» Одним из первых его новых введений была отдельная конденсационная камера Благодаря этому вакуум создавался вне цилиндра, что позволяло экономить много энергии Вот только он сделал так, чтобы на поршень не действовало атмосферное давление Заменит его давлением пара Таким образом, этот цилиндр стал герметичным И в то время, когда пар давит на поршень сверху Вакуум притягивает его снизу И наоборот, когда пар давит снизу, вакуум тянет наверх Таким образом, это поршень двойного действия Налитая в емкость вода нагревается и превращается в пар Давление пара используется, чтобы толкать поршень и приводить в движение объект Джеймс Уат использовал этот принцип, но камеру, где конденсировался пар, поместил отдельно, рядом с цилиндром Это существенно повысило эффективность двигателя Позднее Ват придумал, как превратить возвратно-поступательное движение поршня парового двигателя В вращательное движение колеса Это позволило создать поезда и пароходы, колеса которых приводились в движение силой пара Жизнь изменилась к лучшему с появлением новых видов транспорта, перевозивших больше людей и грузов Паровые двигатели открыли дорогу массовому производству Ткацкий станок, приводимый в движение паром, дал старт бурному развитию текстильной промышленности Так, новый вид энергии стал движущей силой индустриальной эпохи До изобретения парового двигателя люди нуждались в помощи сильных животных, быков или лошадей Корабли и мельницы использовали силу ветра Но ветер дует не всегда, животных нужно кормить и давать им время на отдых А паровые двигатели не знают усталости и работают в любой момент, когда будут нужны С их помощью можно приводить в действие крупные машины, путешествовать на большие расстояния, пароходом или поездом Великая промышленная революция 19 века состоялась благодаря паровому двигателю Движущей силой индустриальной эпохи был уголь, бросаемый в топки паровых двигателей Однако его сложно перевозить, он занимает много места Кроме того, его тепловая эффективность оказалась не так велика Люди стали искать другие источники энергии, которые превосходили бы уголь по этому показателю Ответ вскоре нашелся – нефть Нефть – это ископаемое сырье, которое образуется из останков наземных и морских животных при высокой температуре и большом давлении Эти животные питались растениями, получавшими энергию из солнечного света Это еще одна форма хранения солнечной энергии под землей Нефть была открыта не позднее 4 века и использовалась для создания водонепроницаемых или смазочных материалов Однако мало кто придавал значение липкой жидкости, просачивавшейся на поверхность Первым обратил внимание на настоящую ценность нефти Эдвин Дрейк В 1859 году люди периодически использовали нефть в качестве топлива Дрейк начал копать землю в поисках горючего И на глубине 21 метра он обнаружил гигантское количество нефти С этого времени люди стали извлекать нефть из-под земли и она мгновенно стала основным видом топлива для всего человечества Проблема с нефтью в том, что она залегает на определенных участках, ее сложно перевозить и хранить Решением проблемы стало электричество О нем было известно давно На примере молнии и статического электричества Тем не менее, потребовалось очень много времени, чтобы оно стало эффективным источником энергии В 1831 году молодой английский ученый совершил важнейшее открытие Его имя Майкл Фарадей Оно навсегда вписано в историю науки Лаборатория, где он проводил свои исследования, стала музеем Это показывает, как важны были работы Фарадея Майкл, сын бедного кузнеца, с детства был любопытным мальчиком Став ученым, он 12 лет посвятил одной теме Попытке разгадать тайну возникновения электричества И однажды ему удалось добиться цели Он обнаружил, что если двигать магнит рядом с витком проволоки, то по ней пойдет ток Так был открыт способ генерировать электричество Электричество Чтобы получить электрический ток, можно или двигать виток проволоки между магнитами, или магнит рядом с проволокой Это закон электромагнитной индукции, важнейшее открытие в истории науки Чем больше у вас витков, и чем быстрее вы двигаете магнит, тем выше будет сила тока Вскоре стали строить генераторы, основанные на этом законе Фарадея Принципиально устройство современных генераторов с тех пор не изменилось Мы используем энергию воды, ветра, огня и атомы, чтобы двигать витки проволоки или магнит Но основной принцип остается тем самым, который Фарадея открыл 180 лет назад Надо сказать, что вплоть до 80-х годов 19 века, еще спустя полвека после открытия Фарадея Электричество не находило широкого практического применения Представьте себе мир без электричества Для начала мы не смогли бы показать эту телепрограмму Не было бы компьютеров, самолетов, машин Благодаря открытию Фарадея человечество вступило в эру электричества А популярным это изобретение сделал уже известный нам Томас Эдисон В то время ученые бились над задачей, как сделать лампочку, которая могла бы светить ярко и долго В этом соревновании победил Эдисон Создать долговечную лампочку удалось, изготовив нить накаливания из угольного волокна Благодаря широкому применению электричества жизнь людей полностью изменилась Они смогли использовать ночное время так же, как и дневное Электричеством можно пользоваться там и тогда, когда вам это необходимо Человек открыл способ превращать солнечную энергию, извлекаемую из ископаемого топлива, в электричество и транспортировать ее на тысячи километров Жизнь стала удобнее благодаря тому, что электричеством можно пользоваться бесконечно, только подключить к сети Однако потребность в электричестве постоянно растет, и генераторам требуется все больше ископаемого топлива Раньше, когда мне был нужен огурец, я мог пойти и сорвать его у себя в огороде Сейчас времена изменились И огурцы выращивают на фермах Пакуют и отправляют в крупные города на грузовиках Доставляют в супермаркеты, куда покупатели приезжают на машинах Это совсем иная жизнь Проблема в том, что превращение энергии ископаемого горючего в электричество сопровождается большими потерями Если взять энергию угля за 100%, то в виде электричества мы получаем в лучшем случае 40 10% тратится на передачу электроэнергии, а еще 50% тратится в виде тепла и углекислого газа Однако потребление электричества с течением времени только растет Человечество пристрастилось к ископаемому топливу В 2025 году Земля столкнулась с тяжелейшим энергетическим кризисом Но люди не могут с легкостью изменить свои привычки даже в такой момент Избыточное потребление энергии стало частью повседневной жизни А потом произошло отключение Электросети соединены друг с другом Если происходит авария на одном участке, проблема распространяется на близлежащие районы При аварии в одной электросети соседние отключают на время проведения ремонтных работ Однако отключение участка в сети не помогает, если проблема случилась на электростанции Вот почему отключения распространились в мгновение ока На время поломки электричество генератору подает независимая электростанция Когда генератор оживает, он начинает поставлять электроэнергию Начиная с маленьких электростанций и переходя к большим Проблема в том, что если останавливаются большие атомные электростанции Нужна почти неделя, чтобы проверить безопасность и снова запустить их Это означает, что страна может остаться без света на неделю, если отключение произойдет до полного восстановления Южная Корея возвращается во тьму первобытных времен Бесконечная жажда энергии давно намекала нам о приближении катастрофы Бездумное использование ископаемого горючего нагрело землю, сделало ее больной Парниковые газы, прежде всего углекислые, основная причина глобального потепления Парниковые газы поддерживают среднюю температуру на земле, равные 15 градусам Направляя обратно к поверхности земли выделяемую энергию Однако количество парниковых газов с началом индустриализации выросло И на земле стало теплее из-за избыточного парникового эффекта Средняя температура на земле за последние 100 лет поднялась на 74 сотых градуса Столь быстрого изменения температуры не наблюдалось за последние 10 тысяч лет Температура земли выросла почти на градус И если так будет продолжаться, то Станет больше мест, непригодных для обитания человека Станет больше крайне засушливых районов Уровень моря поднимется И часть континентов Просто скроется под водой Со всеми постройками По некоторым прогнозам, если ситуация не изменится, то за следующие 100 лет температура поднимется на 6 градусов Судя по изменениям, вызванным повышением на 74 сотых градуса, это будет ужасающим бедствием Но можем ли мы отказаться от использования ископаемого топлива? Казалось, в 1938 году двое ученых нашли ответ Их звали Оттаган и Фритц Штрасман Им удалось впервые осуществить деление атомов урана Это была прелюдия ядерной эры Эксперименты с расщеплением атома были одним из важнейших экспериментов 20 века Однако атомную электростанцию удалось построить далеко не сразу Сегодня на атомных электростанциях используется уран Когда с ядром урана сталкивается нейтрон, оно делится на два или несколько более легких ядер Выделяя невероятное количество энергии Получаемое при этом тепло используется для выработки электричества Из 200 литров нефти или 3 тонн угля можно получить столько же энергии, сколько из одного грамма урана Атомная энергия стала новым источником, который может заменить ископаемое топливо Однако у этого решения есть и минусы Особые споры вызывают радиоактивные вещества, получающиеся при выделении энергии в результате распада урана На то, чтобы избавиться от ядерных отходов, тратятся огромные средства Множество людей погибли во время Чернобыльской катастрофы или до сих пор страдают от ее последствий Авария на японской электростанции Фукусима усилила сомнения в безопасности атомной энергетики Человечество пытается найти новый источник энергии, который был бы не столь опасен Необходимо воссоздать на Земле реакцию термоядерного синтеза, идущую внутри Солнца В центре Солнца, состоящем в основном из водорода, температура превышает 100 миллионов градусов Атом водорода — это ядро и один электрон Однако при такой температуре электрон уходит со своей орбиты А оставшиеся в одиночестве ядра атомов водорода сливаются, превращаясь в более тяжелое ядро гелия Часть их массы при этом превращается в энергию Элемент, являющийся базовым для процесса ядерного синтеза, можно найти совсем рядом Это тяжелые разновидности водорода — дейтерий и тритий, которые встречаются в воде Если мы сможем использовать энергию синтеза дейтерия, то вполне достаточное его количество содержится в мировом океане в составе тяжелой воды, встречающейся наряду с обычной водой Его хватило бы на миллионы лет Основная проблема — мы до сих пор не обладаем технологиями, позволяющими управлять такой горячей средой, как Солнце Нам еще предстоит решить эту задачу, чтобы обрести огромное количество энергии в результате термоядерного синтеза Путь к управляемому термоядерному синтезу еще очень долг С глубокой древности человек полагался на Солнце, и сейчас мы близки к тому, чтобы создать его двойника Человечество по-прежнему не может существовать без Солнца После многочисленных энергетических кризисов люди вновь обратили взгляд на энергию, получаемую непосредственно от нашей звезды Напрямую использовать Солнечную энергию можно двумя способами Первый — взять в качестве источника энергии солнечное тепло Второй способ — фотоэффект, то есть прямое превращение солнечного света в электричество Солнечная энергетика использует фотоэффект при помощи специальных солнечных батарей Фотоэффект — это движение электронов, возникающее, когда металлическая пластина находится под лучами Солнца Электричество — это форма энергии, возникающая при движении электронов Солнечные батареи также используются в космосе Однако у них есть недостаток Они вырабатывают достаточное электричество, только если на большой площади размещено множество солнечных батарей Об этом можно судить хотя бы потому, что все эти крылья спутников — солнечные батареи Каким же будет наиболее практичное решение энергетических проблем? Сегодня мир пытается найти способ преодолеть энергетический кризис Один из вариантов использования местной энергии В этот термин вкладываются два основных значения Первое — получение энергии из естественных источников Второе — каждый регион должен сам обеспечивать себя необходимой энергией Принцип местной энергии подразумевает, что каждый район должен использовать возобновляемые источники энергии Солнечный свет и тепло Тогда исчезнут большие потери энергии при передаче от электростанций в пригородах к большим городам, где потребляется больше всего энергии Так мы будем меньше загрязнять окружающую среду На основе возобновляемых источников энергии мы пытаемся строить политику энергетического рассредоточения Она ставит во главу угла потребления, а не производства На ее основе мы вырабатываем решения для будущего Вильтполдстрит — небольшая деревня в Германии Она самостоятельно обеспечивает себя энергией с начала 90-х годов На крыше каждого дома установлены солнечные батареи, а на холме неподалеку расположены 9 ветряков Кроме того, резервуар наполняется водой Каждый используемый в этой деревне источник электроэнергии — природный Все оборудование, необходимое для производства электричества, установлено в деревне Арно Ценгерле, мэр этой деревни, заинтересовался такой энергетической системой очень давно Он полагает, что вся необходимая энергия может быть получена из природных источников У нас есть три небольших стареньких водяных генератора Они производили достаточное электричество для всех наших холодильников, компьютеров Раньше они стояли на мельницах и в столярных мастерских Жители деревни используют энергосберегающие технологии Так, семья Карла Хайлера не пользуется обогревателями даже зимой Это стало возможным, так как еще при строительстве дома он позаботился, чтобы на него светило солнце Кроме того, семья использует самые энергоэффективные домашние приспособления Позаботиться об эффективном использовании энергии не менее важно Мы вложили много сил в окна и теплоизоляцию, чтобы обогревать дом солнечным светом Дом построен по технологиям, оберегающим окружающую среду Солнечные батареи производят достаточное электричество для домашнего хозяйства Излишки семья продает электрическим компаниям Сегодня большая часть электричества, вырабатываемого в доме Карла, продается, а не используется его обитателями Сколько вы зарабатываете, продавая электроэнергию? Наверное, удобнее за год посчитать Да, в год Около двух тысяч евро в год Сосед Карла, Кристоф Вардеман, начал использовать солнечные батареи, обогрев три года назад Однако, вкладывать деньги ему не пришлось Мы ничего не платили за установку солнечных батарей Электрические компании платят нам 43 цента за киловатт В прошлом году мы произвели около 15 тысяч киловатт Если умножить на 43 цента, получится, что мы заработали чуть больше 6 тысяч евро Эти деньги направляются банку на погашение нашего кредита Мы выплатим его за 10-12 лет В этой деревне люди живут полной жизнью, полагаясь только на энергию, получаемую из природы Деревня Вильтпольдсрит подтверждает концепцию местной энергетики Местная энергетика позволяет зарабатывать деньги в каждой деревне Ее жители экономят на электричестве и инвестируют в местные проекты Можно посмотреть, какой доход вы получили в любой день Покупая нефть, мы увеличиваем доходы Саудовской Аравии или России А производство местной энергии повышает доходы нашего района Увеличивает наше собственное благое состояние Через 10 дней после великого отключения восстановительные работы наконец закончены Однако широкомасштабное отключение электричества повлекло много аварий и огромные финансовые потери США и Канада август 2003 года 3 дня Бразилия ноябрь 2009 года 3 часа 42 минуты Вот несколько примеров того, как страны справлялись с последствиями подобных аварий Великобритания, май 2008 года 2 часа Токио, август 2006 года 3 часа Масштабы различаются, но крупное отключение электроэнергии происходит во всем мире И ущерб тем выше, чем выше уровень развития цивилизации в этом районе Авария на северо-востоке США в 2003 году была самой крупной в истории Развеять тьму удалось через 3 дня Потери составили около 6 миллиардов долларов Проблемы затронули 50 миллионов человек Однажды энергия в виде электричества исчезнет Это может случиться в любой день Солнце — источник жизни на Земле Люди постоянно придумывали новые способы использовать его энергию Чтобы сделать новый шаг на пути прогресса Солнце — движущая сила цивилизации Сегодня человечество снова обращается к Солнцу Ведь будущее надежных источников энергии спрятано именно в нем В отличие от ископаемого сырья, Солнце — бесконечный источник бесплатного топлива Оно должно стать нашей главной энергетической станцией будущего Солнце — это ядерный реактор, который работает без аварии уже 4 миллиарда лет Может показаться, что мы получаем энергию из различных источников Но в конце концов, вся она берется у Солнца История вечно дарящего энергию Солнца и полагающегося на него человечества продолжается На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова